Вот. И получается, что те, кто никогда не пользовались вот такими стримами, вы можете сразу смотреть одновременно то, что у меня показано на рабочем столе. То есть я специально это делаю. Ну, как, в общем, я показываю сейчас свой рабочий стол отдельно. Плюс есть моя фотография и фотография Александра. Вот. Если здесь в чем бывает проблема? Допустим, вот я сейчас говорю, и, скорее всего, я у большинства из вас на весь экран. Показываюсь. Вот если сейчас Саня скажет, Саня, скажи что-нибудь. Что-нибудь. Вот. И тут внезапно Саня стал у вас тоже большой. Вот. Поэтому вы можете экран, допустим, закрепить, чтобы он был как основной, а мы будем сбоку. У вас такие две маленькие головы, которые будут говорить. Ну, по-моему, в стандартном варианте это самый лучший вариант, да, что именно просто мы наверху, да, а основной экран для показа. Я сейчас сам посмотрю, как это дело все смотрится. Только мне нужно будет тогда зайти через другой аккаунт. Так, звук только отрублю. Ну, в целом, вроде бы прикольно. То есть, вообще, изначально у нас это как и аудиоподкаст, как и стрим, но фишка в том, что мы можем же еще показывать картинки. Вот. Я думаю, а может быть, это и есть такая функция. Скоро каких-нибудь там, скорее всего, в следующих обновлениях Telegram выкатит такую версию, что, допустим, мы с Саней болтаем, и вот он захочет свой показать рабочий стол. Скорее всего, это он тоже скоро сможет такое делать, если есть такое, что... Ну, чтобы можно было менять, да, рабочие стола, чтобы я мог, так сказать, перенять, да, некоторые художники. Окей. Значит, сколько сейчас нас человек? 21. Включаем нас двоих. Ну, думаю, потихонечку, что, будем с тобой начинать? Запись у меня пошла. Вот. Значит, звук слышен хорошо. Ну, что ж, друзья, всем привет. Сегодня в гостях у нас Александр. Это очень знаменитый фотограф из Германии. И при этом я хочу сказать не то, что сегодня у нас он в гостях. Мы вообще с ним изначально запланировали такую тему, чтобы вести с ним стримы. Можно так сказать, что он сейчас у нас как соведущий. То есть это у нас такая наша рубрика, где мы любим потрещать. Мы, конечно, долго думали, как ее назвать. Вот. Потому что вообще изначально мы вот этот вот эфир, вот такие вот эфиры, хотели делать в YouTube. Но было куча проблем в плане того, что непонятно, как это все дело подсоединить. То есть то эхо, то еще что-то не работает, то опять какая-нибудь хрень. И плюс то у него времени нет, то у меня нет времени. В итоге в Телеграме это все гораздо проще. Вот. И, соответственно, Александр будет частым нашим гостем. И также я хочу сказать, что это как соведущий, который будет с нами все время беседовать, рассуждать. У нас будет с ним очень много тем. И в зависимости от того, как вообще это все дело здесь попрет, все и зависит то, как дальше все это дело будет. Сразу хочу сказать то, что здесь мы собираемся не то, что давайте так вот официально поговорим. Здесь все очень... Вот как у нас на обучении. Здесь сейчас на стриме очень много моих студентов, я вижу. Вот. Вот как мы на уроке вещаем, то есть вот как я все это преподаю. То есть все по-свойски. И потрещим, и пошутим. Вот. Так что никаких сложных слов не будет. Здесь мы будем, в общем, с вами делиться своими мыслями. В общем, я очень-очень долго говорил. И теперь давай, Сань, скажи что-нибудь ты. Ну, спасибо огромное, Руслан, за предложение участвовать во стриме. Я очень рад, да, что у нас наконец-то встреча состоялась. Меня зовут Александр, или просто Алекс, или просто там по-русски Саша Шенберг. Я живу в Германии уже с 94-го года. Мы всей семьей сюда приехали. И в Гамбурге с 2000-го года. То есть я как бы по происхождению, или мы с семьей по происхождению немцы. Поэтому у нас была возможность переехать в Германию в 90-е годы. Да, да. Этой возможностью мы воспользовались. Но так как, естественно, я родился в России, да, конечно, у меня все эти корни остались. И, в принципе, да, вот я как бы на двух языках, да, говорю. Ну, наверное, сейчас уже больше как бы являюсь нам немцем, да. И потому что, ну, огромную часть жизни здесь прожил, да. И, ну, рад тому, что есть возможность также и по-русски поговорить. И на какие-то актуальные темы, чем я занимаюсь, также не только по-немецки с кем-то обсуждать, а также и по-русски. Поэтому я очень рад вообще этой возможности. И я рад, что уже столько людей сейчас нас слушают. И да. Огромное спасибо. Продолжение. Тебе тоже спасибо, что ты присоединился. Это, вот, я уверен, у нас все очень хорошо попрет, учитывая, что это наш первый блин. И я более чем уверен, он не получится у нас комом, потому что тема, которую мы сегодня будем с тобой обсуждать, она очень-очень, как это сказать, не то, что деликатно важная, она очень важна. Но перед тем, как вообще начать нашу с тобой тему, а это тема поиск вдохновения, давай немножко ты расскажешь о себе. Что, самое первое, что обычно все всегда спрашивают, а как вы начали фотографировать? Как вы пришли к фотографии? То есть, какой у вас самый любимый жанр? Это самые распространенные вопросы, которые мне написали в личку. Да даже можно было и не говорить. Запишите ваши вопросы, потому что всегда вопросы одни и те же. Вот, давай, Саня, расскажи, как ты к этому ко всему пришел. И обязательно расскажи еще, на что ты фотографируешь, какая у тебя там любимая оптика. Вот, а в этот момент, пока ты говоришь, я у тебя на страничке Behance. Я вот так вот пролистываю и буду заходить в разные твои проекты и просто их перелистывать. Вот. Как я пришел к фотографии? В принципе, очень неожиданно, очень жестко. Просто по обстоятельству здоровья, так сказать, да. Это такая большая отдельная история. Может, когда-нибудь я как бы ее там попытаюсь рассказать, ну, как бы сейчас не те рамки, да, для таких разговоров. В принципе, такой толчок был разговор с врачом, да, который мне просто посоветовал, потому что у меня была одно время какая-то проблема со сном. И мне посоветовал просто достаточно много ходить, особенно вечером на свежем воздухе, да, и то есть это заставит меня как бы немножко устать, да, то есть кислород, да. И он говорит, ну, может, сразу не получится, а потом через 5-6 дней ты обязательно заснешь когда-нибудь и проспишь там, да, всю ночь. Ну, это как-то я очень взял так к сердцу и вышел, можно сказать, из больницы и пошел пешком в магазин и как бы понял, что мне чем-то надо заниматься, да. Я не могу просто так сейчас куда-то ходить, идти, да, и в принципе пошел в магазин, и вот по пути туда у меня возникла идея просто взять себе камеру, да, и вот что я ходить там буду и буду фотографировать, вот как бы так вот вкратце. То есть у меня этот толчок был, так сказать, да, жизненный такой, да. И да, я купил себе камеру Sony Alpha 5100, такую маленькую, компактную, потому что у меня была в голове такая мысль, да, чтобы я ее мог спрятать в карман, да, и чтобы она не мешала, и чтобы я мог так гулять, да. В принципе, я купил, три дня пофотографировал на нее, да, и понял, что мне переключать там определенные вещи неудобно на нее и поменял ее сразу в этом же магазине на Sony Alpha 6000. Это кроповая камера, да, такая достаточно хорошая. Это все произошло достаточно вот именно в это время, шесть лет назад, то есть в 2015 году. Саня, у тебя что-то с камерой. По-моему, у тебя сел аккумулятор там на твоей. Ну, не знаю. Посмотри. И выключается. Саня сейчас транслирует себя через камеру. Он подключил ее к компьютеру и, получается, на место вебки. Я сейчас через вебку. Ну, я продолжу. Меня слышно, да? Да, слышно. Пока я буду решать эту проблему, чтобы не зависать, так сказать, да? Окей. Посмотрим, что тут, к чему. Да, такая, короче, одним словом вещь. И, в принципе, вот с этого момента я как-то втянулся, да? Мне очень понравилось, да? Я все больше и больше фотографировал. Потом начал выставлять свои работы. Начал выставлять их в 500 пикселей. Начал выставлять их в Flickr. Это тоже такая... Да, я знаю. Кстати, вот... В принципе, одна из самых больших платформ. Ну, и как бы начал замечать, что у меня хороший фидбэк, да, на мои фотки. И начал как-то это пытаться все дальше и дальше развивать. Все это начинал я с таких же фотографий, как и, наверное, каждый там начинает, да? Что именно... Ну, просто там какие-то вечерние пейзажи. Long exposure. Это как там, ну, 30 секунд, когда... Ну, да, на длинной выдержке. На длинной выдержке, да, одним словом, вот это вот все, как бы, да, было моим первым, такими моими первыми шагами, да. Ну, и потом... Ну, самый, получается, стандарт, который все новички проходят, вот самое-самое вот начало. Ну, да, 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 да. Так оно и есть, конечно, да. И я, в принципе, так же это начинал, и как бы я понял достаточно быстро, по-моему, еще даже вот в 2015 году, что через пару месяцев, что что-то как-то это все не цепляет меня, что это все повторяется, да. И понял, что что-то как-то надо, не знаю, надо ориентир менять, да, потому что я уже как бы что-то устал от этих одних и тех же фотографий, которые, в принципе, ну, уже повторяются через несколько месяцев, да. То есть... Слушай, меня не видно, да, до сих пор? Да. Слушай, попробуй камеру. А камера... А ты все то же самое делал, как и до этого? Ну, да. Ну, жалко. Не, давай-давай, я уверен, ты сможешь. Не, ну, я сейчас все подключил, я этот аккумулятор сменил, ну, не знаю, почему. А попробуй шнуры вытащить, засунуть. Ну, да, надо будет попробовать. Может, винда? Да, жалко, но что-то не это... Ну, пока... Обычную свою вебку. А у меня нет вебки. О, такое? У меня только мобильник, да, так сказать. А если я его включу, то мы пробовали же, да, что он не пойдет. Ну, я думаю, надо... Попробуй переподключить просто. Ну, я попробую сейчас вторую камеру. У меня две, сейчас, подожди, я вторую принесу. Одну минуту уговорим, да. Окей. Вот они, технические заминки, видите? С одной стороны, это очень классный опыт. Так, а что у нас в чате с вопросами? Может быть, на какие-то, и я сразу вам буду отмечать. Единственное, что... Туда нужно перейти. Михаил Потапов спрашивает. Кстати, Миша, привет. Михаил Потапов, это тоже... Привет, Миша. Следующий гость нашего эфира. Мы тоже замутим очень интересные темы. Михаил Потапов тоже, это очень крутой фотограф. Я про Саню, про Мишу. Вот Антон смотрит нас, не смотрит? А про Антона рассказываю у нас на обучении. Вот, поэтому скоро мы... Это дело все с ними вместе сделано. По поводу, можно ли смотреть с телека, не знаю. Потому что мы впервые это вообще в Телеграме делаем. Вот, если это сделать в YouTube, конечно, можно. Вот, но проблема в том, что мы никак не могли с Аней разобраться, как это все дело сделать в YouTube. Потому что приходилось какие-то делать все время обходные пути. Вот, и, в общем, не получилось у нас. Вот, но в любом случае, учитывая, что мы сейчас экспериментируем, мы обязательно попробуем сделать в YouTube. В любом случае, вот то, что сейчас вот это идет, оно же еще аудио записывается. То есть, как подкаст, это еще будет скинуто в группу эту же. Вот. Ну что, Сань? Да, ну что, видно, да? Я просто что-то перезарядил в самом стриме. Я отключил видео здесь, да, и опять включил, и пошло все заново. Нет, а я тебя не вижу. Я себя вижу. Ты себя видишь? А нас ты видишь? Да. Тебя я тоже вижу. Так. Я себя вижу, и тебя слышу, и тебя вижу. Все нормально. А другие меня видят? Тоже не видят, пишут. Ну, слушай, странно вообще тогда, не знаю. Ну, вот такие вот вещи. Не, ну, я могу сейчас перестартовать просто, сейчас могу стримить. Да, я про это и говорю. Просто переехом все сделай. Так, вроде появился. Ну, как сейчас? Во! Появился, наконец-таки. Ну, короче, не знаю, что. Может быть, там какая-то что-то с камерой связана. Я, в принципе, последний раз, когда я стрим делал, она где-то на 2 часа у меня хватило, да? Но почему-то здесь это быстрее вырубилось. Ну, вот такие вот, да. Короче, такие вот фишки. Их как бы все не протестируешь, да? И тут надо опыт набираться и смотреть, как это все можно решить. Да. Так, я сейчас... Пошли, извиняюсь, да? А все нормально, что ты. Итак, давай продолжим. Да, и я, в принципе, понял, да, что что-то надо менять, да? И ушел немножко в черно-белую фотографию. Начал это как бы пытаться все в более контрастном виде преднести, да? И какие-то вот моменты находил, да? И вот если ты сейчас немножко на мой стрим пойдешь, да, и чуть-чуть ниже. Еще чуть-чуть ниже. Немножко-немножко еще. Еще чуть-чуть. И вот здесь... Стоп, 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 стоп. Наверх чуть-чуть. Ага. Одну наверх. Вот, да, и вот сверху, да, сверху вот этот пейзаж там, где озеро, да, в тумане. А вот ты про это говоришь? Нет. Или про это? Налево. Да, вот здесь, да. И вот этот пейзаж, да, это я снимал, когда вот я фотографировал 4 месяца. И вот первый раз я как бы угодил в туман. И, в принципе, я даже не знаю, почему я хотел почему-то фотографировать вот именно в туман, да. И получилось так, что я только подходя к этому озеру встретил женщину, и она увидела, что я с камерой. И она говорит, а, ты хочешь такие мистические туманные фотографии снять? Да, я обожаю этот стиль, я обожаю это, да. И я только сам как бы задумался, да, буквально там фотографирую пару месяцев, сделав пару фоток. И вот эту первую фотку я сделал буквально несколько секунд после того, как я с ней поговорил, которая на обложке, да, была. Я посмотрел на нее, действительно, думаю, какая-то какая-то такая мистическая фотография получается. И, в принципе, само озеро, оно слегка еще так заморожено было. Там видно, что палки еще лежат, там дети видят, кидали, да, их. И вот как вот я скомпонировал. И вот это для меня какой-то был первый такой, да, прорыв в плане того, что надо понять, что надо какую-то атмосферу найти, да. Не хватает просто там что-то скомпонировать, надо еще и какой-то свет классный иметь, какую-то дополнительное что-то, да, типа там туман, типа дождь, допустим, да. То есть должно, ты должен своими вот этими образами, которые ты фотографируешь, не просто что-то там сфоткать, да, а какую-то атмосферу еще принести, как бы рассказать. И вот, да, это как бы для меня вот был, наверное, первый шаг. И мне понравилось вот это с туманом все, да, и потом я это в городе начал все фотографировать, как бы, да. И понял, что вот туман хорошо выделяет, особенно вот мосты, которые висят, да, потом как бы как в воздухе, да, получается, да. И там, естественно, надо какое-то определение, определенное расстояние в зависимости от тумана найти, как это лучше сфотографировать, как это хуже, как в тумане сфотографировать вообще лучше, да. То есть это как бы... У тебя автофокус бегает на камере, и ты постоянно... Ну, потому что рука, наверное, да, потому что... Ну, да, да, она ловит. Ну, слушай, с туманом работы, они очень классные. Туман – это такая штука, на самом деле она мистическая, и плюс она очень дает объем. То есть если посмотреть на старые картины, вот особенно мы это проходим на теме композиция, когда про плановость пейзажа говорим, про передний, средний, дальний план. Вот, и очень... Ну, еще в древние времена художники, которые писали свои картины и пейзажи, они часто использовали туман для того, чтобы дать дальний план, чтобы был объем. И это очень-очень важно. Вот, по этим работам они очень классные, мне нравятся. Жалко, конечно, у нас так часто не бывает тумана, вот, в Ташкенте. Он бывает очень-очень редко, но если когда у меня бывает вообще возможность, и я вижу туман, я прям как сумасшедший выбегаю, вот, и пытаюсь что-то сфотографировать. Но, к сожалению, это происходит не всегда. Вот, ну, здесь, в общем, классно. Обычно, знаешь, у нас туман ночью. Вот он прям ночью-ночью. И редко бывает, что вот можно вот так вот пойти. Я думаю, все, кто в Ташкенте живут, с удовольствием пошли бы в такой вот прям вот, как здесь, туман, поснимать в наш местный ботанический сад. Но, к сожалению, он только ночью, а ночью нас туда не пустят. Вот. Скажи, Сань, такой вопрос. Вот, ты вот сейчас говоришь про вот такую стилистику. А как ты пришел к портретам? Потому что, если посмотреть на твои работы, у тебя не только какая-то там пейзажа, у тебя и архитектура, ты и портреты снимаешь. Но, опять-таки, это я тоже сам знаю. Вот. И будет интересно вообще послушать, как ты из одного перешел в другое. Почему ты не застрял в чем-то одном? Ведь большая проблема многих, как начинающих фотографов, так уже со стажем. Но, по большей части, это касается уже, как вот начал, так и продолжил. То есть, если ты вначале застрял на чем-то одном, очень сложно будет перейти на что-то другое. Конечно, такое не всегда. Но, по большей части, вот изначально, вот когда ты начинаешь фотографировать, если ты на чем-то застреваешь, то все, труба. Вот как получилось так, что ты выбрал портреты? Ну, смотри, я думаю, в основном люди застревают на чем-то, потому что они себе ставят рамки. Я себе этих рамок не ставил. Я вообще как бы не ставил рамки вообще. Я хочу там в черно-белом оставаться, да. То есть, можно много себе рамок всяких понаставить, а потом удивляться, как бы, да, почему у меня не происходит развитие и как бы тормознуть на этом плане, да. У меня вот конкретно произошло это так, что у меня один француз с работы, да, который по работе, он просто, ну, они, естественно, быстро все узнали, что я фотографирую, и то, что достаточно успешен, да, в том, что я делаю за счет того, что там различные выигрыши были в различных конкурсах, да. То есть, вся моя фирма буквально там через пару месяцев узнала, что я фотографирую, и некоторые стали спрашивать, а, можешь меня сфоткать, можешь меня сфоткать. Ну, и также вот этот француз спросил, он говорит, я тебе заплачу, да. Я такой, опа. Ну, и я как бы его сфотографировал, да, и он мне как бы неплохие деньги заплатил, да, за пару часов там фотографии, и я, в принципе, даже доволен был как бы этим, да, результатом. И вот с этого момента потом увидели другие люди, что я и так же людей фотографирую. То есть, я как бы изначально портретами не занимался и, в принципе, особо и не хотел, и что-то у меня какой-то тяги даже не было. Я как бы больше так вот что-то городское снимал, что-то такое, да, безлюдное, что-то вот какие-то ландшафты, допустим, да, или вот просто там мосты, да, чем-то такое вот. Ну, и вот так вот я как-то сначала подошел к этому, да, потом вот просто обычные какие-то вещи, обычных людей снимал, обычные портреты, да. Потом как-то произошел один момент, что у меня была возможность снять одну группу. Девушка и парень, да, вот они музыканты, они как бы просили меня, да, но я согласился, я начал ее снимать, и мне как-то понравилось. И я заметил первый раз, да, что она часто стоит на сцене, что она умеет себя как бы подать, она умеет классно двигаться, да, у нее как бы сразу абсолютно другие фотографии, ну, с ней получаются, да. Это для меня дало такой толчок, что я понял, а, ну, надо из более крутой модели работать, это огромную роль как бы играет, да. То есть ты там можешь тоже много чего рассказывать, но если это все не входит в голову модели, то можешь ты хоть там разорваться, у тебя клевая фотка не получится, да. Но она может получиться по случайности, да. То есть я не могу это поставить. И я понял, а, значит, надо более таких, более продвинутых как бы людей, которые уже знают, как себя вести перед камерой, да. Но как-то я на модели все равно не западал, и у меня получилось так, что я как-то... Да, я как-то вышел на фотографов, и мне написал мой одна именец, ну, с такой же именем и с таким же фамилией, мне написал через Инстаграм актер, тетка, да, полностью, Александр Шейнберг, как же его звать, да, тоже из Гамбурга, да, и говорит, я актер, ты фотограф, да, мне фотки нужны для хомпейджа, да, для меня. Говорит, не хочешь снять, да? Я говорю, прикольно, да, мы встретились, поболтали, да, и после вот этого как бы у меня получился контакт к множеству. Вот она тоже сейчас достаточно такая девушка, да, очень, очень хорошо она. Она актриска. Она вот сейчас вот летом снималась, ну, съемки у нее в Гамбурге были, она опять приезжала, и она снимается сейчас в серии, которая сейчас идет, ну, скорее всего, будет идти в Amazon Prime, да, то есть они сейчас две серии сняли, и она там главную роль играет, да, то есть она достаточно уже как бы... И она, в принципе, на данный момент, она как актриса пока еще не является, ну, по своей профессии как бы, да, но она уже снялась в нескольких фильмах, то есть уже как бы, да, ну, в телевизионных фильмах, да, в одном вообще фильме настоящем как бы, да, и только сейчас вот начала свой... свою студию, студию, как по-русски, ну, начала штудировать, одним словом, да, именно в Швейцарии, и вот как бы... И вот через нее у меня тоже много как бы контактов появилось. Тот парень, который тоже в главной роли с ней снимался, да, он вообще крутой актер, он играл там в этом... в испанском сериале, где там банк ограбления, да, он там какую-то одну роль играет. А ты помнишь, что я тебе говорю? Она мне потом тоже через тебя написала, чтобы я тоже... Да, 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 да. Ну, она как бы... Я говорю, я не... Ну, меня нет в Германии, я не могу... не смогу вас фотографировать. Кстати, знаешь, что надо? Тебе нужно, я думаю, автопокус на камере отключить, потому что он тебе елозит туда-сюда, туда-сюда. Вот, попробуй отключи автопокус на объективе. Потому что он этот... Прям как сумасшедший туда-сюда гоняет. Расскажи про свои серии вот эти вот мосты, потому что они у тебя действительно очень крутые. Фотографии там. Сейчас, подожди, да. Будет сейчас немножко, да. И еще чуть-чуть. Да, вроде, да. Да, нормально, нормально. Да, ну, допустим, вот эта серия, как бы, да, это я знаю прекрасно. То есть мы сейчас немножко подходим, да, к тому, вот что ты говорил, да. У вас, например, редко бывает, редко бывает туман, да. Он у нас на самом деле тоже очень редко бывает. Он вообще в городе, в большом городе, Гамбург большой город, да, он тоже редко бывает сам по себе, да. Он обычно бывает намного чаще именно в долинах где-то, в горах, да. И он очень часто бывает в одних и тех же местах. В городе он бывает буквально вот именно такой, как сейчас его здесь видно, да, это пару раз бывает вообще. И то есть, например, да, вот чтобы фотку такую сделать, вам надо быть там во время, да, во время, когда там или снег идет, или туман идет. То есть у вас нету как бы альтернативы, да. Вы должны быть там, если вы хотите такую фотографию сделать. То есть эта фотка сделана, по-моему, в полвторого ночи или там что-то в час ночи, я не помню, да. То есть тут как бы нету альтернатив, тебе надо быть там. То есть чтобы в пол, там, второго ночи куда-то выехать и знать, что туман, это надо хотеть. Это надо, чтобы у вас фотография занимала в вашей жизни достаточно важную роль. То есть так же и с этой фотографией, да. Например, вот эта фотография, я даже знаю сейчас, она сделана была 25 ноября 2016 года. И это день, где у моего друга день рождения. И я ему позвонил, я говорю, слушай, извини, сейчас, говорю, такая фишка, мы тут с другими фотографами встречаемся, говорю, едем, да. На самом деле я-то просто с одним встречался, но я обязательно хотел туда ехать. И я уже знал, где надо фотографировать, потому что я в этом году уже два раза был на этом мосту. И я уже знал, с каким дистанционным, так сказать, расстоянием мне надо это снимать, да. И, в принципе, да, я ему позвонил, поздравил и сказал, я не знаю, приеду или я нет, или когда я приеду, или там, ну. То есть я лучшему другу, можно сказать, отказал в день рождения, чтобы я приехал сюда, и я сделал эту фотку. Эта фотка была сделана в конце ноября, и то есть очень рано темнеет, да, получается. Очень рано, то есть мало времени. Тут я и работаешь же, понимаешь, да. И то есть опять же здесь, да. То есть тебе надо, надо в любом случае, ну, быть там. Это надо делать. Иначе такую фотку не сделаешь. То есть у вас фотография должна быть на самом высшем уровне по приоритету в вашей жизни. Ну, или там в топ-3. То есть, да, это важнейшая роль именно, вот вы хотите такую атмосферу, да, вам надо быть там. У вас нет другого шанса. Вам надо и выезжать, и знать, и быть готовым. И когда я приехал туда, я встал, я замерил, выбрал правильное там фокусное расстояние. И я единственное, что я ждал, пока там что-то случится, как бы, да. И я думал, какой-нибудь мужик там, женщина какая-нибудь прошла. И вот там видно вдали, да, справа уезжает велосипедист, а он приходит. Я увеличил. Получается, как бы, да. И вот этот велосипедист стоял где-то справа тут минут, наверное, 5-10. И я прям волновался. Я говорю, свали оттуда, свали, да. И как раз перед ним еще машина какая-то стояла, да. Всю дорогу стояла, стояла. И я вот стоял на этом месте, наверное, минут 15, да, пока там этот не пошел туда. И тут внезапно как раз выходил вот этот парень, да. И я запомнил место, где я стою, да. Там же можно просто его на полу просто, ну, тупо запомнить, да. И опять туда подошел, выровнял, чтобы все эти линии абсолютно ровные были. И справа, и слева, чтобы я абсолютно симметрично стоял, да. Вся симметрия, ну, более-менее практически на 99% симметричная. И я подождал, и он как раз шел, и я 3-4 фотографии сделал. И вот с ним как-то получилось. То есть как он получается, да. Я в туман, я там нахожусь. Я знаю, когда туман. Это для меня важно. Я еду туда, я отказываю ему в день рождения. И так вот это получается. И результат, мы видим вот эту фотографию. Сейчас вот после твоих слов все перестанут ходить на день рождения к своим друзьям и будут фотографировать. Ну, может, я шучу. Мои шпить начнут как раз из-за этого, да. Может, что-то даже хорошее случится, да. Ну, на самом деле, если мы начали сейчас с тобой говорить про то, что нужно сидеть и ждать. Вот смотри, у меня на сайте, вот студенты мои вспомнят, мы как-то вышли фотографировать, ну, точнее, я вышел фотографировать на улицу. И вот только у меня единственное, что у тебя опять что-то с камерой? Ну, смотри, смотри, мы можем так, знаешь, сейчас как сделать. Открой ее, и я ее просто сам прокомментирую. Сейчас, секунду. Попытаюсь прочитать ее. Ты про то, что я сейчас хочу открыть, или что? Ну. Сейчас, секунду. Я просто сейчас хочу рассказать ее предысторию. По-моему, она в стрите. А, вот она, вот. Я помню, я думаю, студенты все, те, кто были в тот момент, предыстория, мы... Я сюда, короче говоря, ходил, получается, три дня для того, чтобы поймать вот этот вот снимок. Три дня я сюда приходил. Два дня один. Ну, не один со мной еще был студент. Просто тоже он учился, смотрел. Вот. А на третий день я уже в группу написал, и очень много желающих студентов тоже решили со мной пойти. Самое, что интересно, все стоят возле дороги, не понимают, что я хочу. То есть сижу на картах, снимаю, и все не понимают, что происходит. То есть тот момент, когда уже солнце спустилось сюда, там уже началась магия. То есть я к чему говорю? Я уже преднамеренно специально шел для того, чтобы поймать, понимаешь, вот именно тот момент, где два человека идут друг к другу навстречу. И если посмотреть элементарно, как у них сложены ноги, они очень симметричны. Все симметрично. Все симметрично. И само по себе такие кадры где-то когда-то могут случайно выйти, но по сути это тоже как рыбалка, можно так сказать. Ты сидешь, сидишь, то есть идешь, потом сидишь, потом закинул удочку и ждешь. И только после этого получается вот результат. Для многих почему-то кажется, что ну вышло что-то, ну что-то там поснимал и все. То есть на самом деле, чтобы добиться хорошего результата, нужно действительно к этому подойти. Не просто пойти что-то поснимать, на удачу что-то вышло, а преднамеренно идти и ждать. Вот это вот очень крутая фишка, которую если многие будут использовать, у них всегда будет выходить хороший результат. Но еще раз говорю, порой хорошие работы тоже выходят чисто случайно. Но что значит чисто случайно? Не только потому, что вы ничего не умеете, вот нажали на кнопку, у вас что-то вышло шедевральное. Тоже такое может быть, но вы никогда это не сможете повторить. Вот у нас, когда есть, ну у нас на курсе системы психологии и композиции. Я всегда говорю, что если у фотографа всего лишь одна хорошая работа за всю его карьеру, это говорит о том, что она у него получилась чисто случайно. Потому что вторую, третью, четвертую, пятую у него нет. Почему? Потому что он не знает, как ее сделать. И он даже не сможет повторить то, что когда-то он там сфотографировал. Поэтому очень важно, если вы что-то идете фотографировать, готовиться к съемкам. И когда вы научитесь, и когда вы умеете вообще читать свет, вы знаете, как работает композиция, ваша задача только остается сидеть и ждать. Понятное дело, не надо ждать моря у... Как это? У моря погоды. Вот так вроде, да, говорится? Вот, что-то у тебя... Что-то с моря погоды, да? Да, теперь какие-то у тебя эквалайзеры вышли, Сань. Вот. В общем, хорошая фотография – это тоже труд. Вот. Но порой бывает, что выходит чисто что-то где-то случайно. Тоже такое бывает. Но хорошего результата больше, когда вы контролируете то, что вы делаете, нежели чем у вас раз в 20 лет за вашу карьеру что-то получилось хорошее. Вот. Сань, вот у меня тут в чате, пока ты еще вот там настраиваешь, тут есть уже вопросы. Вот смотри. Значит, Владимир спрашивает, это вот мой студент, а что было самым сложным в освоении этой профессии? Руслан, вы тоже можете ответить на этот вопрос. Что у тебя было самое сложное в освоении вот этой вот профессии? Да даже не знаю. В принципе, мне многое чего, в принципе, честно говоря, достаточно легко давалось. На каком-то интуитивном уровне, да. Я это только сам осознавал, так сказать, через... Что я иногда преподаю с кем-то, да, какой-то там мастер-класс такой приватный даешь, да, и ты это сам начинаешь замечать только тогда, когда ты это преподаешь. И ты сам доходишь до того, что, в принципе, а кто мне это объяснял? В принципе, никто не объяснял. Теперь я это ему объясняю. У меня часто такие моменты были, да. Но самое сложное, наверное, было или есть, наверное, до сих пор, это что-то такое, да, постоянно хочется на достаточно высоком уровне снимать и продолжать это снимать. И как бы, ну, вот это вот приходит понятие того, что это, в принципе, невозможно. Одна серия будет всегда круче, чем другая. Всегда, абсолютно всегда. Вот как бы вы что-то не хотели, вы никогда на одном уровне все снимать не будете. И это, в принципе, по определению невозможно. То есть вы будете стараться, вы можете очень многие вещи профессионализировать. Вы можете много стритов снимать, много портретов, и у вас будет все лучше и лучше получаться. Но с какой-то моделью где-то в Барселоне, с определенным драйвом, с определенным, да, с классным настроением, эта серия будет убойная. И она будет лучше, чем просто какой-то там тоже, какой-то клевый, может, там, да, ну, ну, понимаете, о чем я, да, то есть вот это вот, мне кажется, самое главное. Охота, вот, и у меня такая-такая, так сказать, я так себя запрограммировал, что если я даже еду вот просто на море, да, я хочу, я хочу снять классные фотки. Я это себе как бы даже говорю. Нет, то есть я программировал, да, я знаю, но я пытаюсь сейчас вот мысль, да, изложить. О, кстати, перегревается камера по этому, да? Серьезно? Да. Там стоял перегрев. Фокса нет. Да, сейчас. Вот сейчас пока Саня настраивает. Смотрите, вот только сегодня, и вот курс, который сейчас вот у меня учится, они даже уже улыбаются, когда я говорю, что нужно развивать нейронные связи. Это очень важно для мозга, потому что если вы, вот Саня говорит, что в первую очередь все у него получалось интуитивно. Почему? Почему получается часто интуитивно? Потому что если вы понимаете, как что работает, а это элементарно, знаете, композицию, еще раз вернусь к этому, вы знаете, как работает освещение. То есть вы не будете изначально снимать там, где плохо. Вот сегодня мы проходили со студентами тему ПЛНР, то есть это естественное освещение, и сразу же тоже было сказано, вы, ну, все были и так свидетели, и каждая группа была свидетель. Я специально ставлю, либо сам стою, меня фотографируют в разные стороны, либо я сфотографирую, просто покручу, выходит результат отстойный. А потом я введу в правильное место, результат получается хороший. И почему так происходит? Потому что изначально, если есть знание в голове и логика действия, как, куда, что, в какую сторону, то есть на каких параметрах что фотографировать, то и, соответственно, каждая серия всегда будет лучше. Потому что каждая ваша съемка, которую вы фотографируете, это ваш опыт на сегодняшний день. И когда вы ее разбираете, когда вы это все сортируете, когда вы это что-то ретушируете, самое главное, если вам что-то не нравится, лучше пойти переснять, чем оставить то, что есть. Потому что, по сути, если вы увидели свою ошибку, это как Конфуция говорит. Человек, который не исправил свою ошибку, совершил новую ошибку. И вот когда вы видите, что у вас все четко получилось, вы встаете на определенную планку, на которой вы уже твердо стоите. А после того, когда вы идете в какую-то новую локацию, вы уже сами по себе интуитивно будете стараться снять лучше, чем предыдущие ваши какие-либо фотографии. То есть вот эта мысль, она очень верна. И вот как мы вообще с вами подружились? Первую очередь... Все слышно? Правильно? Да-да-да. В первую очередь, как люди находят между собой язык? Вот вообще, само по себе. Это когда люди говорят на одной и той же волне. И так получилось, что мы с Саней, блин, по-моему, первые или там со второй минуты уже сразу на одном языке начали говорить. И это очень классно. Потому что когда у вас есть коллектив, то есть людей, с которыми у вас одни мысли, и вы настроены на хороший результат, то это очень здорово. Но мы сейчас к этому, в общем, придем. Значит, у тебя, ты говоришь, что ничего, ты ни с какими сложностями не сталкивался. Вот. Что ни с какими, да, как бы. Ну, вот это самое главное, что я сейчас сказал, да, это было... Окей, смотри. Если говорить за счет меня, когда я начал заниматься фотографией, здесь самое, что ужасное, у нас очень был неразвит интернет. То есть многие наши подтвердят. Это то время, когда еще скорость была dial-up. Это 56 килобайт в секунду. Вот. Это ни один сайт не открывается. YouTube, по-моему, даже и вообще невозможно ничего открыть, потому что там качество, наверное, даже 144 пи не потянет. Это будет роскошь для такой скорости. Ну, может, я сейчас преувеличиваю. Вот. И получается, что для меня самое сложное было – это найти информацию. Причем не просто найти информацию, а именно ценную информацию. Потому что сейчас, даже и сейчас, хорошую ценную информацию очень сложно найти. Знаете, кому ее очень сложно найти? Людям, которые еще совсем мало читают, мало смотрят. Почему? Потому что вот что первое они открыли, они это и впитывают. И если они сейчас по этому пути пойдут, впитывание вот этой вот какой-то плохой информации... Ну, что значит плохой информации? Сейчас... Любой информации, любой информации. Да, да. То есть сейчас, по сути, разделить такая клава. По сути, сейчас эра фотографов, ну, сейчас очень это модно, очень много фотографов. И, соответственно, каждый второй фотограф еще стал преподавателем, что-то там, не знаю, что-то где-то у него получилось один раз, сфотографировал, вот, и как в театре сидишь, на тебя смотрят в темноте. Вот. И получается то, что есть горе фотографа, есть горе преподы. И горе люди, которые направляют хрен знает куда и как. Вот. И получается, что в то время, когда я начинал, практически вообще никакой инфы не было. И единственная информация, которая была, это книжки на английском. То есть я их читал на английском языке. И причем меня это так затянуло, что это просто была труба. Самое, что я начал потом замечать, что, учитывая, когда много ты читаешь, много смотришь, на тот момент это именно читаешь, я начал наблюдать за тем, то, что многие слова авторов, те, кто писали эти книги, они где-то не совпадали. И как я начал понимать, кого слушать, кого нет? Я просто начал смотреть их работы. То есть согласись, слушать можно кого угодно. Но если его работы не соответствуют тому, что он говорит, Значит, какой-то дизонанс. Вот. То есть смысла вообще нет у этого человека слушать. И оттуда я научился отсеивать нужную информацию от ненужной. И, соответственно, сейчас стоит мне посмотреть на пару работ всего лишь фотографа. Причем я говорю не на одну, а на пару. Потому что порой можно снять специально как-то так странно, но при этом этот человек умеет очень хорошо снимать. Вот. И порой снять просто странно сложнее, чем снять хорошо. Потому что приходится ломать свои шаблоны, свои какие-то правильности, вот эти свои рамки. Вот. И я когда посмотрю несколько работ, и, соответственно, я уже могу понимать, стоит ли этого человека вообще слушать, стоит ли на этого человека смотреть и на него ориентироваться. Вот. И отвечая еще раз на свой, то есть на тот вопрос, который задали, самое для меня было сложное в то время, когда вот я начинал, учитывая, что вот здесь вот у нас в Ташкенте интернет был, в общем, адский. Информации практически вообще никакой не было. А то, что здесь кто-то что-то фотографировал, мне не нравилось абсолютно. И у меня была, знаешь, уже на тот момент какая-то насмотренность в плане, я же был еще дизайнером, вот. И, соответственно, я ставил какую-то границу. Я говорю, что не-не-не, мне так не нравится, я видел где-то лучше. То есть вот это вот была основная, в общем, сложность. Вот. Что у нас еще? Какой там есть вопрос? Сейчас, секунду, Сань. Ольга спрашивает. Алекс, привет. Посмотрел ваши работы. Очень крутые. И пейзажи, и люди. Большая часть работ в ЧБ. Когда идете снимать, изначально видите картинку в ЧБ или уже потом при просто обработке переводите? Я очень часто снимал, наверное, года полтора просто в ЧБ. Вот у Сони камеры, да, есть возможность просто переставить, да, чтобы он показывал, как бы, в черно-белом камеры, да, чтобы показывал при съемке, да. Ну, она, естественно, я в RAW снимаю, да, в ровке. То есть она на самом деле, конечно, в цвете, да, но она в камере показывается тогда в черно-белом. Это мне помогало просто сразу видеть вот эти контрасты, видеть это, да. Если я что-то сразу изначально в черно-белом, да, хотел, то есть не, я снимаю всегда в цвете, да, а потом перевожу в ЧБ, в основном это я в Capture One работаю, да, или, ну, естественно, в Lightroom иногда тоже, да, и если в Photoshop, то я это перевожу потом в Никфильтер, да, и там дорабатываю это все, как бы, если что-то надо. Вот здесь, например, доработано, да, немножко в Никфильтере, чтобы разница, там вот стулья стоят, да, здесь вот все это подретушировано, да, да, здесь все это подретушировано, на самом деле там больше видно всяких деталей внутри, да. То есть оригинал, он, конечно, по-другому выглядит, да, и здесь контраста больше, и как бы, как она, она как бы больше стилизирована, да, фотка? Совершенно. Вот я с тобой согласен в плане того, что когда мы снимаем черно-белую фотографию, в любом случае нужно ее снимать в RAW. И когда, допустим, я там снимаю в GB, не важно, пакет или стритку, я всегда ставлю фотоаппарат в качестве JPEG плюс RAW, RAW, и получается, ну, JPEG мне на всякий случай нужна, но сам по себе RAW. И что хорошо, то, что когда ты фотографируешь, показывает фотография на экранчике в ЧБ, что уже удобнее смотреть. Вот, ты не отвлекаешься на цвет, не отвлекаясь на что, сразу же предвидишь результат, но этого результата мало, просто взять и сохранить. В любом случае это нужно открыть камера RAW, редактор, неважно, это Capture One, это Lightroom, это, я не знаю, родной какой-то там каноновский, как его, конвертер. В любом случае нужно снимать в цвете только для того, чтобы потом правильно перевести это в ЧБ. Потому что JPEG, ну да, ну а что такое JPEG? Все, кто у меня прошли постсобработку, знают, что это просто мусор, который на камере сжатый, добавлена туда своя резкость, свой контраст. То есть это совсем не то. Это сжатый мертвый файл. А RAW, там столько в нем информации, то есть там по всему есть информация. Соответственно, когда мы это все крутим, нам становится гораздо проще отредактировать те же самые, там, если есть пересветы, что-то резкость добавить и так далее. Вот, и сделать очень достойный, хороший результат. Ну я вот привожу пример, когда вот с кем-то я там общаюсь, с новичками, да, и то есть RAW, RAW-ки это тесто, из которого ты можешь слепить там и хлеб, и лепешки, и я не знаю там что, да, и булочки. А JPEG это уже булочки или хлеб, или тесто, ну или лепешки, да, то есть из них уже нельзя сделать тесто. Вот, ну ты знаешь, есть люди, которые говорят, а я снимаю сразу классно, чисто. Да, я с ними согласен, что можно фотографировать сразу чисто, то есть вообще ничего не редактировать, но здесь тогда человек будет заложником камеры, то есть процессора этой камеры, то, как он обработает эту фотографию. И часто бывает такое, что может так себе это все дело там проработать. Ну он как бы уже сам себя лимитирует на это, конечно, можно так. И я думаю, что как бы, наверное, даже это и неплохо, как бы самому, да, то есть такую фазу войти, чтобы фотографировать именно просто чисто так, да, вот я попробую. Ты улучшишь, я думаю, свой стиль, возможно, улучшить свои технические навыки, да, тем самым, и начать лучше фотографировать. Я, например, по себе заметил, я где-то год многие вещи снимал именно на пленку, и, естественно, у тебя 36 кадров, и ты очень-очень сильно задумываешься, да, где там снять, как снять. А я помню этот момент, я только как раз в вашу группу попал, а ты и, как его, Миша, прям пленка-пленка, вы каждый день про эту пленку, вы каждый день про эти фотоаппараты, я эту пленку взял, я ту пленку взял. Вот, и все время пытались. Интересно было наблюдать за вами, как вы это делали. Вот, а чистый кадр – это очень здорово. Это очень просто здорово. Вот, я тоже вот на курсе по фотографии учу сразу всех чисто снимать. Но это касательно того, что если здесь какие-то там козявки, лучше их сразу убрать, чем в фотошопе это делать. Вот, а мысль я имел в виду то, что есть противники вообще какого-либо вмешательства в фотографию. Вот, допустим, сфотографировали, и сразу вот-вот-вот JPEG, все готово. И по большей части они проигрывают. В чем? Потому что они не могут многие вещи добавить. Ни контраста, ничего. То есть вот сразу сфотографировали. Даже они, вот знаешь, я что часто слышу? Ну вот же на пленку, когда снимали, проявлять. А что такое проявление пленки? Это тот же самый, грубо говоря, камера RAW с реагентами, где в каждой ты суешь, что один реагент, чтобы контрастность добавить, другой реагент, чтобы немножко там насытить фотографию. То есть есть отличный пример. Это вот кто был у нас таки на дне, про военного фотографа, где он печатал свой снимок на выставку. Чувак из лаборатории, наверное, раз 10 ему переделывал, и каждый раз он новые-новые фишки там всякие делал. То есть где-то проецирует пленку, ну, как слайд, и специально прикрывает как флаг какие-то определенные места, чтобы там меньше пленка проявила, чтобы не было пересвета, понимаешь? Ну да. То есть это же тот же самый камера RAW. А многие это понимают и говорят, что вот сразу вот JPEG, сразу этот. Да, классно сразу снять, отдать снимки, если вы репортажку снимаете, какой-то ваш заказ. Вот я за это. Но лучше снять. И если у вас творческая ваша съемка, и не просто в ППХ, вы куда-то там бежите, торопитесь, вот, снимите, это как рыбалка, и сделайте хороший результат. Вот это вот очень важно. Что добавишь? Ну, например, вот здесь вот обычная фотка, да, но здесь, например, низ затемнен специально в редакторе. Именно сильно затемнен, потому что там еще даже вот кусочек воды видно, да, вот там внизу, как бы, да, и вот он чуть-чуть подредактирован, и много-то и не надо. И иногда ты, я стараюсь, конечно, снимать сразу так, да, чтобы нормально было, ну, как бы, выбирать сразу все, да, но все сразу не получится, и времени нету, и вот идет такой человек с таким классным, как бы, ну, клево одет, а ты хочешь кого-то там встретить и снять, кто более-менее красиво одет, да, ну, там, не просто с каким-то рюкзаком куда-то идет, там, да, в аляпистой одежде, а что-то такое стильное, где там какой-то там плащ или я не знаю чего. То есть у вас и времени нету, и у вас много шансов нету всего этого. Это всегда какой-то компромисс, да, чего-либо. И да, мы как-то вот сейчас буквально пять минут назад подошли к такой важной теме, что я хотел сказать, вот именно к теме того, как потом подходить, как вот довести вот это саморазвитие, да, как вот подойти к тому, что, можно сказать, ты постоянно остаешься смотивированным. Вот это, наверное, да, вот кто спросил, да, что одно из самых сложных вещей, это постоянно остаться каким-то мотивированным в плане фотографии, да. И у меня вот, слава богу, это как бы автоматически само развелось через Behance, вот через эту, да, через эту платформу, потому что там принимаются только серии, да. И я как бы так и так уже практически всегда в сериях думал, в серии снимал, но как-то сам еще до этого особо не догонял, как сказать, да, а можно сказать, окончательно догнал через загружение вот этих серий сюда. И... Ну, ты вспомни, как я тебя сюда, давай-давай, вбихайся. Да-да-да, и самого-то до понимания того, да, что, что как вот, да, как серию... То есть, например, если ты сейчас назад пойдешь, да, вот опять же на ту серию, где был, в Берлине, да, это было, то есть закрой этот проект, открой прошлый, да. Да, то есть прошлый проект вот этот, да. То есть здесь вот эта первая фотография, вот эта вторая. И именно красная нить этого проекта – это вот этот бетон. Он везде одинаковый. То есть тут, в принципе, я стою более-менее на одном и том же месте. Но я показал различные ракурсы, различные энергетические фигуры, и везде присутствует красная нить. Это именно вот этот называется по-немецки «Sichtbeton», то есть это видимый бетон, который снаружи специально такой, этот стилистический, так сказать, архитектурный такой ход, шаг, да, который вот именно был очень в моде в начале 2000-х годов, да. И вот это является как бы вот красной нитью этого проекта. То есть это понятно, черно-белое, это понятно, архитектура, но здесь именно вот, к примеру, вот этот бетон. В другом какой-то проекте, да, можно сейчас закрыть, любой другой открыть. То есть я уже как бы вот, находясь, да, здесь это линии. Вот первая фотография в Гамбурге сделана, вторая – в Кёльне, третья – в Берлине, четвертая – в Москве, пятая – в Венеции, шестая – в Гамбурге, седьмая – в Берлине, восьмая – в Венеции. То есть как бы, который ты сейчас открыл, да? Ну, любой открой, да, вот это. То есть здесь я находился в Истамб... Да, или здесь, вот, а я сейчас как раз говорю. То есть, да, Истамбул. Я пытаюсь Истамбул, Стамбул, да, по-русски? Я пытаюсь Истамбул показать с различнейших... То есть все, чего мне заметилось, все, чего я заметил, что особенное такое там, да, что вот люди ноги моют перед вход в Муше, да, такого у нас вообще нету. То есть я стоял, смотрел, я как бы в восторге, да. То есть вот эти все такие... Контрастность всего того, да, разнообразность вот этого города, да. То есть я заметил, там была какая-то внезапная тишина, вот эти две чайки, они боролись за именно это место, где они там наверху стояли. Я не понял, почему, но они дрались там. Одна стоять хотела именно там, где первая стоит, да. Ну, я просто их сфоткал, как бы, да, и получилось, мне понравился вот этот синий цвет, да. Небо с золотистым, вот этот купол, да, который именно из углов прям начинается. Я сразу так скадрировал, как бы, да, и это, естественно, принадлежит, это голубая муше, да, называется она, или синяя муше, ну, по-немецки, да, я перевожу сейчас, да. То есть я запомнил... И это, конечно, принадлежит к Стамбулу, да. Это внутри. То есть вот этот контраст, передний план того, да, что, ну, как бы вообще всего города. То есть огромное количество кошек, там практически все в кошках, да. У нас вообще такого нету, чтобы бездомный кто-то бегал, да. Собаки, кошки у нас не живут на улице, да. Нет такого. То есть для меня вот... Да. Я каждый день практически кормлю, хожу. Кошечек. Клево. То есть там вот везде, кто в Стамбуле был, да. Вот ребята вот эти с этими сундуками, с этими мешками ходят. Они огромнейшего веса. И они спускаются вниз, и вот этот мешок их толкает, и чтобы спину не поломало, у них там, видишь, накручена вот эта резина. Да, да, да. И, видишь, у него на спине сзади тоже там намотано чем-то, да, чтобы спину не било. А лицо-то какое, слушай, он похож на Марио. Да, Супер Марио. И ты смотришь, я даже пытался снять именно, да, когда вот они вниз бегут, и вот эта тачка их толкает, и ты думаешь, елки-палки, ну там же, наверное, один в день минимум гибнет, да, потому что он за... А у него своя вид, ребята, статистика. Вообще просто думаешь. И вот это вот как бы все надо... Нет, мне это не нужно. Да, ладно. Не, ну на самом деле, да, это пипец. Конечно, блин, надо было тебя как-то так снять еще этот, как-то за ним побежать. Ну тут надо еще смотреть, да, как бы, я в чужом городе, я не знаю, как люди реагируют. Ну, естественно, конечно, да. У нас, например, это достаточно тяжело, вот такие кадры снять. Немцы не хотят, да, быть сфотографироваными, да. Они как бы достаточно, блин, ну так в основном не очень относятся к всему этому, да. Слушай, я сначала подумал, что кто-то в ластах я сначала подумал. Это голубь, верно? Да-да. Мне показалось, что как будто, ну вот видишь, да, вот это две руки, голова, это как будто ласты. А, ну да, что-то есть, да. Тоже видишь? Вот, нет, прикольно. И там именно мало фотографов, да, ходят. То есть я там стоял перед статуей, да, и начал что-то фотографировать, на меня народ смотрит, и вообще не поймет, что я там делаю с огромным... Нет, ну может это какая-то там священная, что нельзя, допустим, там фоткать, а ты кого знаешь. Не, ну это же туристическая. Вешают же, вешают же таблички, можно фоткать, нельзя. Ну классно. Ну что, жарит тут. И, например, вот последняя фотка, да, если сейчас там пролистать. Так. Вот это, нет, собаки. Ну я пока начну рассказывать. Кругом собаки там, да, кругом там собаки из окна, собаки тут, там, кругом, одним словом. И вот, да, последняя фотография, она в принципе ориентирована, да, вот это, да, да. Есть такой очень крутой стрит-фотограф, Моузес Леви из Мексики, с которым я лично знаком, который был в Гамбурге, да, и мы с ним встречались, и я в принципе увидел его такую похожую. У тебя есть возможность зайти в Инстаграм и показать? Если ты мне скинешь ссылку, это будет вообще замечательно. Чтобы я сейчас ее не искал. Ну просто это в чате мне напиши. Ну я пока, да, да. Так и сделаю. Да, и получилось так, что я увидел его фотографию, да, и написал ему, насколько она крутая, как она мне зашла, вот эта стрит-фотография. Я просто говорю, обалдел. Я говорю, слушай, ты сколько фоток делал, да, чтобы такую фотку сделать? Да не, просто, ну, повезло на дуру, как бы, да, получается. И, ну да, и, короче, что? Он мне ответил что-то, да, и потом прошло пару месяцев, и он оказался в Гамбурге, и мне написал, он говорит, слушай, время будет, да, там, если хочешь, встретимся, да. Ну я прямо вообще там в шоке был, да. Я говорю, да, конечно, да, конечно, ну, с удовольствием встретимся, да, и давай, да. И, короче, мы встретились, и я ему опять там начал говорить, какие у него крутые фотки, насколько он круто фотографирует. И он говорит, да, слушай, знаешь, мне многие, говорит, твои больше нравятся, да. И получилось, что вот эту фотографию я, как бы, практически сделал очень похожую, да, в Истамбуле, в Истамбуле. Я тебе сейчас скидываю ее ссылку. Куда ее скинуть? В чат, да? Нет, ты мне можешь в личку прямо скидануть, а я ее отдельно открою. Ну я вот в чат уже скину. Окей. Угу. А эта фотка, да, я даже могу сейчас ее разыскать, потому что я видел, он постил ее недавно, да. То есть я к чему это рассказываю, да, то есть как я пришел к этой фотографии. Угу. То есть это путь, да, это как бы, это не просто так было, да, что там оп, и мы что-то сделали, да. Угу. Именно вот эта она, вот она, да, я ее именно скину. Давай. Вот я сейчас в чат скинул, да, ты видишь ее? Да. О! Ага. И я ему показал, я говорю, смотри, фотка. Он говорит, обалденная фотка. Я говорю, это, ну, ты, я говорю, ты меня инспирировал сделать такую фотку? Он говорит, да ну. Ааа. Инспирировал, а Саня имеет в виду вдохновил. Инспир. Да, в Нью-Йорке, да? Угу. Здесь видно, да, в Нью-Йорке стоит, да, что именно. Я говорю, да, он говорит, ну, круто, говорит, у тебя тоже получилось. То есть я увидел похожую ситуацию, закат солнца был в Стамбуле. Я увидел какой-то передний план, другой был, естественно, да? Да, да, да. И я сделал, по-моему, за пять минут, которые там были, около тысячи фотографий. Угу. То есть ты специально пошел на это место, ты видел, ты ждал? Ну, я просто увидел, да, я увидел, да, и проходили там огромное количество людей. Я стоял, сидел там на корточках, да, 24-70 объективов было. Я где-то приблизительно тысячи фотографий сделал за пять минут. Подряд, я все подряд фотографировал, фокусировал сделать, фокусировал там, да, и получилась такая фотография. То есть инспирация. А почему я ее сделал? Потому что у меня был образ, этой фотографии. Вот. Это очень важно. То есть у тебя, у тебя где-то там в профиле в твоем, да, именно очень классная фраза есть. Мы то, что мы видим. Мы те, на кого мы смотрим. Ну, или мы те, на кого мы смотрим. Ну, да, да. То есть то, что мы видим, то, что мы заложили в свой мозг, то и мы в состоянии воспроизвести. Знаешь, Сань, вот эта вот фразу, мы те, на кого мы смотрим, я ее постоянно повторяю всегда моим студентам. Многим людям говорю. Даже независимо от фотографии. То есть мы те, на кого мы держим ориентир. Почему? Потому что мы идем на этот ориентир. И получается, если мы изначально будем смотреть на плохой результат, к чему это нас приведет? Это нас приведет к туннельному синдрому. То есть это вот, когда ты смотришь только вот так, и ты ничего не видишь, что вокруг тебя. И если смотреть на хорошие работы, мы всегда можем что-то предугадать, мы всегда можем что-то повторить, и при этом мы можем сделать так, что это будет в такой же стилистике, но это будет по-другому. А когда мы покажем этому человеку, ему тоже это очень сильно понравилось. Скажешь, блин, говорит, вот это вообще охрененно, вот это вот круто, вот это классно. Он даже не узнал, что ты так делаешь. Да, да, он даже не узнал, что ты, в принципе, на его фотографии договоришь. С другой стороны, вот согласись, Сань, вот колесо сейчас, особенно сейчас, изобретать нет никакого смысла. По сути, в большинстве случаев уже все, вот все, что возможно, уже все сфотографировали, уже все вот нового. А что нового? Не, Руслан, я даже по-другому это вообще сказал, я по-другому даже зашел, да. Никто никогда колесо не, как бы сам один человек не изобретал. Есть выражение, да, развитие возможно только маленькими шагами. Только маленькими. Это все в мире. Если ему это кажется, да, это ему просто кажется. Это пускай останется его личным, как бы сугубо неправильным мнением. Так, проблема, знаешь, многих фотографов, новичков, либо каких-то старых упертых, они противятся что-то искать, смотреть новое, а не думают, что они сами что-то придумают. Но проблема в том, то что, а как они что-то придумают, если они ограничены только вот в этом круге? Понимаешь? Вот круг, и он ограничен. То есть они имеют... Ну, чисто теоретически, конечно, они могут что-то, да, как бы снять, это невозможно. Это невозможно. Но будет в рамке. И чем больше кругозор, чем больше кругозор, тем лучше работы получается. Вот это вот очень важно. А многие это не понимают. Многие говорят, нет, я не хочу ничего посмотреть, я буду снимать одно и то же. Либо я что-то придумаю. Но знаешь, что самое стрёмное? Эти люди такого рода, не только фотографии, ну, давай сейчас мы только про фотографии будем говорить, они гордятся тем, что у них получается. С одной стороны, я рад за всех, за них. Но их вот это вот, можно сказать, самомнение, то есть их вот эта планка порой становится выше, больше, чем у людей, которые умеют лучше и больше, чем они. Понимаешь? Очень часто явление я такое наблюдаю. Вот ты с таким сталкиваешься, когда новичок, который абсолютно ничего не умеет, абсолютно ленится что-то читать, взял камеру в руки, снимает пару дней всего и чувствует себя уже гением, богом фотографии. Ну, в принципе, таких вот, если честно сказать, таких полон Инстаграм. То есть люди, которые там, у них есть время, вот эти все социальные сети обеспечивать, так сказать, своим временем, развивать всё. Там видно, что люди вкладывают часы в день, всё там лайкают, всё описывают, всё это делают, но по их работам не видно вообще ничего. То есть это вообще перевёрнутый мир, можно сказать, сейчас на данный момент. То есть это тоже важная тема для фотографа. С одной стороны, надо показывать своей работой, с одной стороны, надо, надо как бы, да, ну, и чтобы люди смотрели на тебя, и чтоб ты как бы сам развивался, да, с другой стороны, блин, там смотришь, ну, такой трэш, да, ну, у него там 50 тысяч подписчиков, 100 тысяч подписчиков, я не знаю, да, и ты смотришь вот на него, да, у него просто сногсшибательный стрит, ну, просто мировой уровень, максимально, лучше никто не снимает, нету людей, которые лучше снимают, чем он, да, абсолютно нету. У него тоже 100 тысяч, и он начал там, по-моему, тоже 3,5-4 года назад. Есть, например, какие-то там, ну, в Германии, во всяком случае, да, везде, есть там пару людей, да, у них уже 2 года назад миллион был подписчиков, и они абсолютно неизвестные фотографы, и они, в принципе, очень посредственные просто ландшафты там снимают, да, и, ну, они знают, как там раскрутить Инстаграм, то есть это сегодня как бы такой перевернутый мир, да, и ты можешь как очень-очень посредственный фотограф, да, иметь там огромное количество подписчиков, и он будет думать, что он что-то такое гениальное там сотворил, он будет думать, да, и вот там, я не знаю, занимаюсь там просто месяца, ну, днями в месяц, просто чисто Инстаграмом, как бы, да, тебе может, ему это будет что-то давать, но будет ли ему что это давать там в плане саморазвития в фотографии? Конечно, нет, он будет одну и ту же, так сказать, хрень снимать, ее постоянно выкладывать, да, и как бы через... Мне нравится слово хрень. А? Мне нравится слово хрень, продолжай, прости, что перелегу. Да, то есть вот тут надо как бы, естественно, Инстаграм, это не та платформа, да, где ты будешь как бы направлен на саморазвитие, это наоборот, это платформа, которая направлена на, я бы сказал, ну, на стагнацию, потому что там так все развивается, как это должно быть для нас, для фотографов, да, который как раз для них-то, для Инстаграма контент-то и делает, а Инстаграм для нас, для фотографов, там ничего не делает. Он делает, если ты начинаешь, начинаешь все там подряд комментировать, да, люди к тебе приходят, и ты эти все нейральные сети, так сказать, да, соединяешь, и там алгоритм начинает понимать, а, ты какой-то важный аккаунт, это ничего общего с классной фотографией не имеет, то есть это две абсолютно разные вещи, то есть я бы даже сейчас сказал, что если у тебя какой-то аккаунт с таким посредственным контентом, ну, или вообще у тебя там что-то заходит, то это наоборот даже трэш какой-то у тебя, а не, ну, в таком смысле, то есть сейчас очень тяжело, сейчас на данный момент пока нету для художников какой-то платформы, да, где качество, качество художественное, так ценится, как бы оно должно цениться, то есть есть 1Х, например, да, где начинающим фотографам нужно, не, не, ну, все равно, на какой-то уровень, я считаю, там заложена достаточно правильная нота вот для начинающих фотографов туда зайти и понять, например, да, что мои фотки достаточно клевые, мои фотки, да, 1Х, да, 1Х, он очень был крут в самом-самом начале, я боялся, даже туда грузить, что я ни хрена там ничего не пройду, понимаешь, вот, но, к сожалению, я не знаю, ну, мы с тобой про это тоже уже говорили, что в последнее время 1Х, немножечко что-то как-то они начали хромать, я очень надеюсь, что они вернутся в то русло, в которое они правильно шли, потому что они действительно очень были крутые 1Х, то есть они очень крутые, вот, я всегда рекомендовал к просмотру своим студентам 1Х, но сейчас как-то стало чуть-чуть, я не знаю, чуть-чуть стало хромать, но раньше это было круто, вот честно, раньше вообще было. Смотри, я как бы в плане того, да, я соглашаюсь с тобой полностью, да, ну, как бы тут, что я хотел донести, да, что там, вот, там, там главное понять, да, вот у вас есть, например, действительно 10 клевых работ, вот, действительно клевых работ, если вы эти 10 клевых работ туда загрузите, которые по-настоящему клевые, ну, там 100% 7 или 8 работ возьмут. Возьмут еще как. Да, и вы поймете, что это клевые работы, по-настоящему клевые, потому что кураторы там есть, и они это оценивают. Там очень много кураторов, там сначала зрители, то есть участники, как вот дают добро, попасть этой фотографии на разбор куратором или нет, то есть вот так вот, и постепенно, постепенно, ну, вот Миша сейчас нас смотрит, не смотрит? Да, там есть, это очень классная система саморазвития, то есть, и именно, ну, именно понять, что некоторые, ты думаешь, что это классная работа, и у нас у всех, и у тебя такой был вариант, да, наверное, и у меня очень часто был такой вариант, и у Миши такой вариант тоже был, что заряжаешь фотки, думаешь, блин, ну, сто процентов возьмут и не берут ее. А там хрен. Как такое может быть? Как такое? Я! Я великий фотограф, я выбрал там все, все другое, я заряжаю фотку эту, ее не берут, какие-то долбанные кураторы там. То есть, вот это надо тоже сначала переварить, и это тоже принадлежит к этому развитию, да, и это как бы нормально, и на вот этом тоже, вот это понятие того, что на этом высоком уровне все равно есть какой-то, ну, деталь того, что это тоже какое-то дело вкуса, да, это не обязательно же все всем. И, кстати, сейчас я добавлю, вот это вот 1x, это не бесплатный ресурс, то есть, вы еще платите там деньги для того, чтобы вы загружали туда работу, для того, чтобы ваши работы приняли, то есть, есть люди, которые там по несколько лет платят ежемесячно, вот сколько сейчас там было? В последний раз 50 или 70 было, сколько сейчас, Сань? Ну, для вас это дорого, да, для вас, я думаю, да, по-моему, по цене, сколько сейчас? 79 долларов в год, по-моему, стоит. Ну, 79 баксов получается, и в итоге кто-то грузит по несколько лет, и ни одну работу его не берут. Ну, опять же, вот смотрите, да, именно вот разница, вот западное, западное мышление, как бы, да, оно вот кого, потому что вот я, раньше музыкой занимался, и часто тоже сталкивался, да, именно что, весь софт, крякнутый, да, у меня забито, комп забит софтом на стоимость, там, ну, был, да, 20 лет назад, на стоимость, там, 100 тысяч долларов, да, и чем я пользуюсь? Вообще не знаю, чем пользуюсь, я все могу, и ничего не могу. Также и здесь, да, у меня софт, на западе такое мышление, здесь все как бы приобретается, и приобретается только то, что надо, и ценится этот труд. Ну, это понятно. Но у нас по софту очень много пиратств, вот честно тебе скажу. Здесь оператор... Смотри, да, я понимаю, да, но я просто к чему, я хотел подойти сейчас, к 1Х, к тому же, да, то есть у вас отношение совсем будет другое к фотографии, если вы заплатите 80 евро. У вас отношение к 1Х будет совсем другое, и к вашей фотографии, да, и вообще к вашей деятельности фотографии у вас будет совсем другое отношение. То есть если вы будете платить, допустим, там, эти же 130 долларов, или сколько там стоит, это примерно так, месяц, плюс еще там эти 80, то есть 200, ну, скажем, 200 евро, 200 долларов в год вы будете платить за... это как Сань, 140. 140. Ну, фотошоп, я имею в виду, и еще плюс 1Х, к примеру, да, я имею в виду, 200 долларов. То есть вы уже будете как бы, да, совсем по-другому относиться к этому софту, и совсем по-другому относиться к 1Х, и это отношение перепрограммирует ваше отношение к фотографии. Понятно, потому что деньги заплатил. Конечно, да, это стоит. Смотри, что я нашел. Вот пока ты говорил, искал. Я вот не просто так застрял на этой фотографии, то есть вот, вот этот вот силуэт. У меня есть очень такая похожая, вот смотри. Видно? Это я еще в 2013 году снимал. То есть те же самые ступеньки, тот же самый свет, все то же самое. Вот, по сути, можно сказать, все то же самое. То есть техника исполнения и локация, те же ступеньки, свет падает, все то же самое, что здесь. Абсолютно. То есть я к тому, что колесо не надо изобретать. Просто если вы знаете, как право у меня свет, то все то же самое. То есть это когда? В 2014 год. То есть опять же, да, вот это тоже важный пункт, да, и понятие того, что мне, например, часто говорят, да ты в Гамбурге живешь там, хоть выходи, хоть куда снимай, да? Вот, пожалуйста, пример. Та фотка в Гамбурге сделана, хотя он из Мексики, сам тип, да? В Гамбурге сделана, это твоя фотка сделана в Ташкенте. В чем разница? Это мустаки-лик переход. Еще в то время вообще нельзя было снимать. В метро нигде. У нас очень-то с этим странные какие-то вещи. Сейчас уже лучше стало. Вот. И получается то, что еще я помню, стояли солдаты с собаками, которые собака на меня гавкала, и солдаты меня выгоняли, чтобы я не фотографировал. А я увидел свет, мне очень понравилось, я быстро-быстро вот на ходу, понимаешь, вот прям быстро, я знаю, что получится, я быстро снимаю, а меня собаки там гавкают, меня выгоняют, не разрешают снимать. Вот. И вот история вот этой фотографии. Просто сейчас я увидел. Вот. Вот это я еще специально, чтобы студенты видели, что даже здесь можно такие хорошие вещи снимать. Но чтобы такое хорошее снимать, в первую очередь, должно быть видение и насмотренность. Понятное дело, что вот этого фотографа, как его ты говоришь, зовут Мойзес Леви? Не знаю, его вот я первый раз его вижу. То есть он загрузил когда-то, там, 26 августа, а у меня 2013 год. То есть понятное дело, что он тоже на кого-то смотрел, он тоже кем-то вдохновлялся для того, чтобы получился вот такой результат. И воспроизвел эту фотографию, потому что у него этот образ был заложен. Он узнал этот образ. То же самое получается здесь и то же самое... Где эта фотография его? А, ну и вот смотри, тоже сам прием по сути, но немножко другое мы искали. Где она? Ну вот с люком то, что ты скинул. Ну да, да, да. Ну все, я думаю, понимают, о чем я. То есть с чем ты вдохновился, где вот этот вот люк, Нью-Йорк, вот, то же самое. То есть, опять-таки, это все к тому, то что не надо изобретать колесо. Все давным-давно уже придумали, все уже есть. Просто ваша задача научиться видеть, научиться чувствовать и не спешить. То есть... Вы не изобретете колесо. Никто его не изобретет. И никто его не изобретал никогда. Вот это важно понять. Есть насмотренность, есть заложенность вот этих образов в ваш мозг, да? И это то, что у вас заложено внутри. Вы, находясь на какой-то локации, воспроизводите или узнаете, да? Опять же, я тебе выслал две фотки, да, помнишь, которые, да, именно демонстративно показать. Можно-можно сейчас перейти. Потому что... Это вот эти? Некоторые... Так, подожди, я сейчас их открою. Ты можешь... Сейчас, подожди. Ты в чате, да, мне их в личку прислал? Или что? Да. Да-да. Там папка была. Так. Сейчас, Сань. Ну да, то есть, опять же, я просто сейчас дорасскажу еще, как бы, да, в целом, что вот это вот важное сопоставляющее, да, вам надо папку открыть для лучших работ, лучших людей и сохранять то, что вам нравится. В плане портрета, в плане стрита, в плане там любой вещи, которая вас интересует. И... А, знаешь, сейчас студенты, которые тебя слушают, которые вот у меня психологию проходили, они сейчас, вот, наверное, там, не мурашки по коже, но они будут сейчас удивлены то, что я им это постоянно тоже говорю. Создайте папку, собирайте там работы, ищите лучшие работы, сохраняйте. Я вам сейчас просто покажу. Даже не лучшие, а просто сначала, которые... Они будут меняться тоже у вас. Вам будет казаться, что вот это вот что-то хорошее, да? Вот как раз вот этот пример, он настолько... Настолько... Сань, вот я открыл. Да. Что показывать? Ну вот... Вот Street of FunBlock, первую и вторую, которая... Где? А, ну вот это вот? Направо, направо, направо. На правую мышку. Под конец. А, все, 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 понял про что ты говоришь. Да, я понял, понял. То есть, и следующую, да? Да. Хорошо, сейчас. Ну, пока расскажу. И вот как бы вот сейчас мы приходим к доказательству. То есть, это была сейчас теория, да? Я вам сейчас показываю доказательства. Так, секунду, у меня тут вон окна все выламутились. Так, окей. Давай я сразу начал на первую. Вот, да. Вот эту первую фотографию, ну, или как бы работу, да, которая там зафотошоплена, можно сказать, да, я сохранил в 500 пикселей, да, в странице. Там классно можно папки накладывать. В конце 2015 года. Ты про вот эту, которую сейчас выделили на белом? Вот эту. Нет, которая справа. Которая справа. Вот эта. Все. Это не моя фотография. Я ее сохранил. Она мне почему-то понравилась тогда. Я не знаю, почему сейчас. Я не могу это сказать, да? И я, в принципе, только вообще через пару лет, когда я снял вот эту левую фотографию, да, Сейчас, да, я вот так вот сделаю. Вот. Все, вот. Да. То есть, вот эту фотографию, да, слева, которая сейчас, я сохранил в 500 пикселей в конце 2015 года, когда я начал фотографировать. Потом, в начале 2018 года я снял вот эту фотографию, которая находится справа. И когда еще где-то через год, перелистывая 500 пикселей, да, вот эту мою папку, где там можно все сохранить, я увидел вот эту фотографию, и я был в шоке. Я ее сохранил, у меня остался этот образ в голове, я даже забыл, это все осталось у меня на интуитивном образе, да, то есть на, ну, где-то внутри там. Я воспроизвел ее, эту фотографию вот здесь вот. Почему? Потому что я увидел это. Я увидел ту же самую ситуацию, которую я сохранил. Не более или не менее. Я больше, чем уверен, если... И эта фотография, это где-то в Хельсинки она снята и дофотошоплена. Это заснято в Гамбурге. Та же самая ситуация. И здесь, естественно, ключевой момент – это именно эти лампы. Без этих ламп не такая крутая была бы она. И вот это я увидел, и я даже не знал, я даже не осознал, что я это увидел, потому что я уже сохранил, да. То есть тут даже вот можно увидеть, да, что тут это же не крутая фотка справа, это просто какая-то такая прикольная, абстрактная, да, отфотошопленная вещь, да, которая в 1Х там и не прошла бы, наверное, да. Но за счет нее я сделал какую-то свою вещь, которая в 1Х прошла и которая мне тоже нравится. Это одна из моих любимых вещей. Как бы, да, я прекрасно помню этот момент, да, когда я ее сфотографировал, я шел с другом, да, и он мне что-то болтал, болтал. Такой туман был, да, который вот буквально два раза в год бывает. И я просто ничего ему не отвечал. И я стоял здесь с телеобъективом, да, и раз смотрю – бам, классная ситуация, да, сразу, ну, сфокусировал, посмотрел, думаю, сейчас неплохо было бы, если бы какой-нибудь движняк здесь был, да, и прям буквально через 3 секунды девушка выезжает на велосипеде, и я сразу ее сфотографировал. И потом еще пару фоток сделал, когда она уже вниз выезжает. Все. То есть, да, и как бы к этой теме, да. Если мы сейчас две другие еще откроем, чтобы показать. То есть вот это один из вариантов, да, как вот это воспроизводится, как это работает. Так, что открыть? Другой вариант – это именно вторая и третья фотография. Вот эта? Да, вот эта, вторая и третья. Да. Вот здесь вот я увидел эту ситуацию, находясь на набережной у нас, да, где новые ступеньки построили, да, слева, да. И я стоял там, наверное, несколько часов, да, и наблюдал на всем этим, да, и думал, блин, ну, наконец, нашел какой-то ракурс, да, и понял, что что-то должно там случиться, да, что-то там не хватает, да, чего-то там, блин, не хватает. И я стоял, стоял. То есть, а там на самом деле народу очень много, да, там тысячи людей ходят, и именно, да, что очень много чего не подходит, все не то, все, и ты ищешь что-то, да. И потом еще подошла девушка, да, ко мне и спрашивает, ты, говорит, что здесь сделаешь, да, всю дорогу? Я говорю, я пытаюсь какой-то ракурс найти, пытаюсь какую-то фотку здесь сделать. Она говорит, а, ну, говорит, можно, я посмотрю. Ну, я говорю, да стои, стои, ну, смотри, ну, мы что-то там начали контачить. Ну, одним словом, потом два дня позже я еще с другом был, я ему показал эту локацию, говорю, смотри, не говори никому, да, что ступеньки новые, да, а то сейчас разойдется, говорю, быстро, да. Он говорит, да не, не, говорит, да. Ну, опять же, мы простояли, наверное, час, да, ничего не получилось, и потом облака, то есть тебе здесь солнце должно быть, да. Я единственное, что понял, да, это надо сейчас сфотографировать, потому что именно эта ситуация, да, она подходит по солнцу именно только сейчас, в апреле это было, да, и я активировал своего друга, да, с которым я много проектов сделал, да, он раньше моделью также являлся, да. Вот, я говорю, давай, одевайся, клево там, пойдем, да, все уже готово, да, уже все, поехали. И вот получилось, да, когда я второй раз пошел, я вспомнил, что эта ситуация похожа очень на японский морской флаг, где вот не человек там, где у меня сидит, а там солнце, и от солнца отходят вот эти лучи. То есть я увидел эту ситуацию, потому что у меня образ этого флага уже был в голове. И я уже интуитивно пытался туда ноги вставить, да, в первую фотографию, что-то туда засунуть. Пока я допер, что надо какого-то человека туда засунуть, да, и что у меня не получится стрит-фотография там. То есть мне придется здесь просто какую-то модель брать и с ней что-то делать, да, чем такое клетовое. И мы там насмотрелись вот этих Джеймс Дина, да, фотографий, да, и он там как бы вошел в этот образ, да, и вот, да, и получилось что, мы пришли, и я смотрю, тут еще более клевая как бы ситуация со светом была, потому что приблизительно 50 на 50, да, черная и белая, да, и в принципе я уже знал, куда ему сесть, и я уже знал, что тут надо насколько фотографировать. Уже готов был, уже четко знал. Да, и в принципе он сел, мы пару вариаций таких-то проиграли, я потом сказал, нет, давай обратно, вот это первый вариант, и самый лучший был. И я буквально сделал там 10 или 12 фотографий, и все. Все было готово. Выбрал из нее лучшую, перевел в черно-белый, добавил там где-то, наверное, 30% контраста, и все. Но опять же, да, я три раза туда, два раза туда ходил, я понял, я узнал эту ситуацию со светом, да, я какой-то образ воспроизвел из этого флага, и я вместо флага человека туда посадил, из которого как бы лучи исходят, или к которому там линии ведут, да, смотреть можно на это как хотите, да. И вот в принципе ни более ни менее, да, вот так вот это все рождается. То есть надо видеть это, но видеть это можно, когда образы есть, да, то есть более тренировок. Да, ракурс и необычный, да. Да, да. И вот, смотрите, сейчас я просто вам покажу вот та самая папочка вдохновения, которая вот есть у меня. Вот обратите внимание, вот здесь написано 2019, 20, 21, но при этом в этой же папке у меня есть вон 2018 год. То есть что это такое? Папки, в которые я просто сохраняю работы, которые мне нравятся. И обратите внимание, их здесь столько, это просто офигеть. Я боюсь, что здесь где-то может быть какая-то там, как его, обнаженка выйти, и поэтому я так сильно их не открываю. То есть если посмотреть последнюю стилистику, здесь очень много фотографий. Используются, ну, во многих, что используются? Цветные фильтры. Как раз таки это сейчас та самая тематика, в которой я двигаюсь. Это как раз таки киношная картинка. Вот. И авторов здесь очень много. Понятное дело, что когда я сохраняю работы, я не подписываю каждую фотографию каким-то определенным автором. Потому что вот если вы меня сейчас спросите, кто это снял? Честно, я не знаю, кто это снял. Я не помню, кто это снял. Но где можно увидеть эти работы, которыми я сам вдохновляюсь? Это как раз таки опять Behance. То есть Behance – это отличнейшая платформа, в которой есть дохрена работ разной тематики. То есть здесь, вот если сейчас мы листаем, очень много работ, но при этом сколько же еще папок. То есть вот даже стил открыть – это уже предметка. То есть элементарно. Тоту только нету. То есть вон и Pepsi, и банки. Вот что такое папка? Как скрин. А это я специально делаю скрины с фильмов. Вот я смотрю кино. Да, я тоже. Я смотрю кино, и мне вот охрененно зашел вот этот вот вариант. Вот как скринь это. Вот прям вот зашел охрененно. Понимаешь как? Вот студенты, вот у меня только недавно прошли тему студийного освещения. Мы прошли Рембрандта и бабочку. Вот. И вот я им сразу сказал, я когда смотрю кино, я не могу его просто смотреть, расслабиться. Я чуть не мотикнулся. Я все время смотрю, как снято, что сделано. То есть смотрю цветовую схему. Ведь это же все разные фильтры. То есть я смотрю, как они комбинируют, что куда направляют. То есть вот это все, я все время, когда смотрю, я сохраняю. И так практически каждый фильм, который я бы не посмотрел. Потому что в первую очередь, я что формирую у себя в голове? Картинку, образ. Понимаете? Я все время формирую, именно на что нужно ориентироваться. То есть даже самая вот эта цветокоррекция. Я прекрасно понимаю, что изначально здесь не светят зеленые вот эти вот фильтры. Это просто холодный свет, который в Photoshop через кривые либо выборочные коррекции цвета в темном этом, либо в красном просто подсинили. То есть... В тенях покрасили. Вот здесь, допустим, уже цветные фильтры. Но при этом есть какие-то решения, когда, допустим, ты изначально делаешь баланс белого синим, к примеру, синим. То есть все обычного цвета становится синим, но ты добавляешь другие фильтры, ты ставишь на вспышку или на какой-то свет другой фильтр там теплого света. И идет сама по себе вот эта вот плавная вот эта вот градация цвета. И вот каждый фильм, каждое, что я не смотрю, здесь сейчас получается один тоже, ну, один фильм, просто я увидел, сколько скроменов его делал. Я в первую очередь что делаю? Я смотрю на смотренность, на цвет. Это очень важно. То есть на саму картинку, на все. И вот таких у меня всяких папок дофигища. Вот, допустим, то, как снимать фуд-фотографию на вот этих вот тарелках, которые сделаны как из камней. Тоже я не знаю, чья это фотография. Да и как-то разница не играет, как бы, да? Главное, что вы это работаете. Ну, просто бывает такое, что... А вот, понимаешь, почему я сейчас про это говорю? На меня не то, что... Вот, кстати, вот, обрати внимание, вот не каждому зайдет, что мне так охренительно нравится вот этот чеснок. Вот тупо он мне нравится. Вот я на него смотрю, я не знаю, что, но он мне нравится. Я его сохранил. Пусть это снял хрен знает кто, но он мне нравится. Еще часто очень бывает... Давай, давай, пускай вы здесь. Мне нравится то, как... Порой бывает, что меня студенты мои вдохновляют. Вот они снимут что-то в домашке, они сняли, сами не понимая, что они сняли. Но порой так охренительно что-нибудь снимут. Понимаешь, вот бывает выстрелит, что я тоже эти работы сохраняю в себе папку, и я на них смотрю, потому что я ими тоже вдохновляюсь. Равнотельно, допустим, ну вот, интересно, что-то такое. Но я беру с каждой фотографии лучшее, а потом что делаю? Комбинирую и делаю какой-то свой готовый индивидуальный результат, что очень важно. Мало кто это делает, и я постоянно... Вот студенты, вот они видят, я постоянно ругаюсь, то, что... Когда мне начинают, я не знаю, там говорить, что... А как сделать? А на что смотреть? Я миллион раз говорил, создайте папку, скидывайте туда работы, и пусть это будет ваш архив, это пусть это будет как ваша Библия, куда вы смотрите и вдохновляетесь. После этого, когда вы на это на все насмотритесь, полностью на все, на все... Кстати, вот я скоро планирую что-то типа такого снимать. И, соответственно, я уже... У меня есть что? Пример. И моя задача снять это свой результат не хуже, чем там. Вот моя планка появляется. То есть я должен сделать не хуже, чем там. И, соответственно, я начинаю искать, я начинаю смотреть, анализировать. Я... Получается, вот это, вот эти вот все работы, это черновики, которые сделали за меня. Ну, конечно, да-да, такая есть. И, соответственно, я-то понимаю, как здесь свет стоит, я понимаю, как здесь цвет они сделали. Вот. И это же, по сути, подсказки. Какой фильтр накручен, да? Вот. Это же все подсказки. Вот, допустим, вот недавние, которые я сохранял. Вот совсем недавние работы. То есть мне очень нравится здесь цвет, как передан. Смотри, вот он очень какой-то такой необычный. Вот прям нравится. Вот. И, соответственно, что-то из каждой работы я беру для себя. Даже здесь вот шевеленка с масс. Ну, где-то это смотрится. То есть вот даже вот здесь вот. Именно эти вещи ты очень часто видишь именно вот в этой профессиональной платформе Behance, где, ну, конечно, там бывает тоже какой-то там треш-ап проходит, допустим, да? Редко, честно. Скажу, честно, редко, да? Знаешь, в чем разница треш-апа? В чем разница? В Behance может загрузиться кто угодно. Важно смотреть не кто грузится, а то, что сам Behance выбирает. Вот это очень важно. А Behance охрен не выберет. Понимаешь? Потому что Behance – это что? Это платформа компании Adobe. И, соответственно, если они сейчас что-то выберут плохое, то это же минус им будет. Вот. И, соответственно, они этот выбирают самый хороший результат, который есть. Вот, допустим, если посмотреть инвентарь на вот работы, где? У тебя очень много выбрали работ. И я, допустим, очень этому рад. Потому что я сам тебе говорю, давай-давай грузить Behance. Это классная вещь. Потому что, когда я грузился, блин, мне было страшно сначала грузиться. Я боялся, что мои работы не возьмут. Но меня приняли, и я был очень рад. Единственная моя проблема в том, что у меня снимков мало. По сути. То есть у меня проектов мало. А плюс я сейчас очень стал редко снимать. Я же сейчас больше видео перешел. Но вот этим даже своим медалькам я им очень рад. Это дало мне огромнейший рост. Да. И вот те... Вот я всегда студентам говорю, если вы не знаете, как в Behance на кого-то смотреть, подпишитесь на человека, какого-то именитого, либо еще у кого, у кого хоть какие-то есть медальки, и посмотрите, на кого он подписан. То есть, либо не то, что на кого он подписан, посмотрите, что он лайкает. Вот, допустим, если зайти в мой профиль, можно посмотреть, что я лайкаю. То есть, вот, допустим, вот я поставил твою работу, мне она очень понравилась. Я еще в ВК группу нашу написал, мне очень понравилась. Вот. И, соответственно, отсюда можно уже видеть работы. Это уже для вас огромнейшая подсказка, где черпать вдохновение. Вы зайдите к следующему, к следующему. А когда человек просто с нуля загрузится, соответственно, он что видит? Он видит хрень, которую туда грузит. Просто здесь тоже есть определенный алгоритм, который показывает, вот, допустим, он там для меня, вот, for you. Вот что он мне сейчас покажет? Он покажет людей, на которых я где-то как-то подписался, какие-то интересные работы, какие-то, какие-то хиты. И вот, когда у вас построен алгоритм, кстати, вот мне нравится вот этот вот цвет, очень такой киношный, Нью-Йорк, нужно будет обязательно смотреть. Вот. Когда у вас вот это все выстроено, вот твой тоже, видишь, показывает у меня. Вот. У вас есть дофигища возможности, в общем, смотреть. Поэтому Behance это одна из платформ, где можно смотреть дофигища разных вот этих вот вещей. на которой можно очень круто вырасти. Просто очень круто. В плане того, что... Саня, может, сколько он... Медалей сколько у него? Охренеть. Поздравляю, Саня, это круто. Ну, спасибо. Это, крызун, спасибо. Не, ну, а что, как бы я, ну, стараемся, как бы, да, именно вот к чему, да, Руслан, я считаю, абсолютно правильно говоришь, да, мы тут не те, которые там за Биан стопят, но просто как бы нету альтернативы. Очень тяжело сейчас показать где-то свои работы. И вот я считаю, это одна из платформ, которая поможет вам мыслить в сериях. Я могу лично сказать, я достаточно часто посещаю здесь у нас... А, кстати, зайди, да, в мой последний проект, поэтому я сейчас прям сразу скажу, в последний, да. Я сейчас часто посещаю дом фотографий, вот у нас так называется, да, это там, где высадки проходят вниз-вниз-вниз, чтобы вы увидели этот дом, нет, ну, дальше, дальше, вот он он, да, вот это одна, да, это один, это как бы слева здание, да, и справа, то есть здесь постоянные выставки проходят, да, и справа там другое здание. Дальше. А, вот. Да, вот это аутстер фотографии, да, то есть это дом фотографий, и здесь у нас происходят, ну, проходят, можно сказать, наикрутейшие выставки самых знаменитых фотографов, которые только есть, да, то есть, ну, Эликсот там, да, все, ну, так сказать, Лига чемпионов, можно сказать, там происходит, да, я вижу, что все фотографии, все фотографы, они только выставляют серии, никто отдельно в образе одной фотографии вообще там не мыслит, и вообще это очень тяжело, как бы, да, просто какую-то одинарную картинку сделать, как, например, это у художников, которые пишут, да, картину, которые рисуют картину, да, там совсем другая возможность, ты же нарисовать все, что хочешь можешь, ты можешь все это жестами определенными, да, там заложить многослойность смыслов, да, это на фотографии очень тяжело сделать, потому что ты фотографируешь как бы реальность, да, там ты ракурсом можешь что-то сменить, но ты не можешь все там в фотографию запихать, и это порой и абсолютно не надо, да, но ты можешь тот же самый Стамбул показать в 20 фотографиях, да, эту разнообразность, которую ты в одной фотографии вообще не можешь показать, да, и это начнет у тебя создавать в мозгу совсем другие нейронные связи, да, нейронные, нейронные, да, ну, я как по-немецкину ораль, и поэтому как бы вам начать надо, да, и вот этот, как бы, да, если вы хотите, как бы, я понял, да, если ты хочешь висеть в таких вот зданиях, да, как у нас, здесь, да, тебе надо мыслить в Сирии, тебе надо мыслить... Сирии это очень важно. Да, там должна быть красная нить, которую мы сейчас видим, да, которую ведет туда, да, например, могу вот рассказать Эликсу, да, у него была идея, короче, идея состояла в том, что вот когда он, когда у него была выставка, что в двух, в 1998, в 2006 году в Атланте была была Олимпиада, и там был взрыв каких-то террористов, да, и оказалось, что какие-то нацисты или какой-то нацист был, да, и оказывается, в Америке очень сильно распространено именно вот двигаться по самой всей Америке, я, например, об этом тоже не знал, да, именно просто, знаешь, бэкпэкинг называется, да, это рюкзак просто взял и с рюкзаком путешествуешь, и там специальные пути есть, там все проложено, уже там специальные, как бы, такие мотельчики есть, да, в лесах какие-то места есть, да, у нас такое тоже есть, но далеко не так это развито, как в Америке оказывается, да, и вот этот как раз нацист, да, он и был вот этим бэкпэкером, и когда ФБР опубликовало весь этот, так сказать, да, случай, да, то есть они открыли его, этот Элик Сонт, этот фотограф, фотограф, прочитал его, его очень сильно заинтересовало, и он этот весь путь, который вот этот террорист прошел по Америке до именно Атланты, как он взрыв сделал, он прошел со своей огромной полноформатной камерой, да, и общался с людьми по этому пути, да, и сделал там огромное количество фотографий, и все это сжал там на 30 фотографий, из этого сделал выставку. И там, например, одна из фотографий была, где стоит голый парень в сапогах в нацистских, в лесу, в луже, и он его снял с полноформатной камеры сверху, то есть с лестницы откуда-то. То есть я сначала вообще подумал, как ты можешь какому-то чуваку в лесу, к нацисту какому-то, да, они там 100% с группы какой-то сидели, да, подойти и переубедить его снять голым в лесу, в луже. Это же вообще, да, по идее, ну, может, деньги дал, я не знаю, ну, просто вот как глубоко мысль, вот эта красная нить вот этого проекта у него прошла, и какой проект сам по себе, это круто, это круто, это, в принципе, крутая идея, да, то есть в таких вот проектах, великих, да, так сказать, заложена крутая идея, естественно, да, и, ну, и нормально снято, конечно, да, то есть если там вернуться к каким-то моим проектам, там более простые все эти вещи, да, то есть, но хотя бы проекты, хотя бы как бы, да, и вот это тоже, естественно, является очень сложным процессом саморазвития, да, сказать, я хочу когда-нибудь через эти проекты, но я уже мыслю пару лет в проектах, я уже все больше и больше понимаю, куда надо двигаться, как надо, что надо делать, да, и вот пока у меня это стадия доработки всех моих вещей, которые я там до 2019 года фотографировал, до 20-го, может, тоже, да, все это перевернуть в проекты, чтобы я полностью только в проектах мыслил, вот в этом проекте, например, вот все это вот размазанность, да, вот этих цветов, да, плюс туман, плюс окраска, плюс вот Гамбург, да, в такой атмосфере, другая там, то, третья, десятая, то есть, да, но когда-то должна быть какая-то еще более крутая идея, чем просто какой-то, да, какая-то классная погода, какие-то классные цвета, какой-то просто визуальный, смачный, смачность, да, чего-то, когда-то не должна прийти, то есть, какая-то там идея, я не знаю, что, и вот это для меня, как бы, является следующим шагом, который я пытаюсь осуществлять, да, работая также больше с людьми, работая больше, как бы, сейчас вот последние, там, может, как, полтора года в плане фэшн, но понятно, что я хотел донести, и я, да, да, я думаю, если нет, пишите в чате, если какие-то отдельные вопросы есть. Вот сейчас группа, которая у меня учится, да, даже вот все студенты, вот если я сейчас спрошу, допустим, как это сфотографировано, я более чем уверен, все скажут, что длинная выдержка, почему я сейчас говорю, потому что у нас на курсе есть специальное такое задание, писать имя, то есть, они включают фонарик, и вот так вот пишут, и как раз я сейчас почему говорю, вот здесь же вот красное, вот это вот едет, то есть, вот оно, вот, это еще раз к тому, то, что я не просто так задаю какие-то определенные домашние задания, что вы тоже сможете пойти и фотографировать. Самое главное, чтобы вы больше всего практиковались. А касательно серии, вот у меня со студентами есть фотоигры, я тебе говорил, вот, то, что я студентам устраиваю, кстати, потом разборы, ну, кстати, тоже в Ютубе ты же все тоже видишь. И вот последнее как раз наше задание, я им задавал серии снимать, чтобы серии, 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 серии очень хорошо развивают. Конечно, я не говорю, что серии круче, чем одиночные, одиночные круче, чем серии, у каждого есть свое, то есть, это и так хорошо, и так хорошо, но если вы снимаете серию, это круче. Это вот лично мое мнение, я не знаю, кто-то какой-нибудь там фотограф может на нее посмотреть, кто только снимает, допустим, только вот одиночно, ради бога, пусть снимает. Но серия может быть не просто один человек, который что-то делает, как кино, ведь серия может быть одиночной фотографией с одной определенной тематикой, как ты говоришь, что красная вот эта вот линия. То есть, вот это очень важно, держать одну тематику в одной определенной серии. Когда вы эту серию закончили, вы переключаетесь на что-то другое, и тоже делаете серию. То есть, если даже посмотреть на какие-то мои работы, допустим, ну вот этот вот очень популярный мой проект, вот эта Enigma, который дохренича всяких этих наград взял, ведь это же тоже серия, то есть определенная, в которой есть определенная своя стилистика, и можно сказать, ну, здесь вот портреты и девах, а тут еще, пожалуйста, вот вам цветок, ведь это тоже как картина, я изначально же это сделал в картинных тонах, то есть вот это все делал. Сейчас же я начал снимать что? Вот такой же проект, тоже серию, то есть это одиночный портрет, это не серия одного чувака, который там пять фотографий что-то мне делает. То есть, стилистика одна, то есть, помимо того, что даже где-то что-то, вот это черно-белое, вот это цветное, понятное дело, что ближе к печати я их буду все выравнивать, эти все фотографии, по тональности. То есть сейчас я пока это не выравниваю, потому что, допустим, вот это чуть-чуть краснее, вот это чуть синее. Ну, это как бы детали, конечно, да. Это мелочь. Уже ближе к печати я уже выравню так, что еще больше будет сходство. Главное, что красная нить. Да-да. Да, красная нить. Вот все, у нас будет кодовое слово красная нить. Вот, для меня важно, то есть еще плюс цель проекта, то есть как я это снимаю, то есть это я специально выезжаю, ищу людей, то есть это не просто давай я сниму твоего соседа. Конечно, если сосед очень красивый, вот этого чувака вообще я в стоматологии встретил, прикинь, мне зуб делают и чуваку делают зуб. Мне говорит, сполосните этот, ну, сполосните. Я так полощу, выплюнул в воду и смотрю, такой дед красивый лежит с такой бородой. Я ему, простите, вот так все, простите, а можно вас фотографировать? Вот так вот он на меня смотрит, а вы кто? Я говорю, я фотограф. Я вот стоматологи, стоят вот так вот, смотрят, охреневают, а мы с ним беседуем. То есть даже на приеме у стоматолога можно найти себе хорошую модель. Самое главное, не бояться. Руслан, смотри, да, и тоже важный момент, почему ты именно обратил внимание? Потому что ты делаешь серию, ты остаешься мотивирован, когда ты у тебя, то есть, да, опять же, если там посмотреть вот на мои все эти проекты, они до сих пор так и идут. Там, Streets of Hamburg, вот эта серия, я сейчас уже могу запилить еще две следующие серии. И я, если там туман, и если какая-то там дождь что-то идет, я выхожу, я уже знаю, можно дальше пилить, можно дальше как бы, да, снимать в этой серии, потому что она у меня так и так идет. Что-то с линиями там я нахожу, да, это тоже у меня как бы она идет на автомате. То есть я знаю, что я уже хочу, у меня это идет. Например, с мостами я ничего же не снимаю. Для меня это, я все снял, Гамбург это город, где больше всего в мире мостов, да. Я вот это все снял, для меня уже как бы все это неинтересно, у меня книжка была сделана, мне ее сейчас опубликовать как бы надо, все, для меня это как бы заключенный проект, да, я этим как бы больше не занимаюсь. Понятно, что я там, стрит может еще тоже так же с мостами буду что-то снимать, там что-то не снимать. То есть это как бы стрит мне нравится вообще снимать, и поэтому, наверное, я естественно и мосты тоже дальше буду снимать. Ну, не в этом дело, дело в том, что какие-то проекты я закрываю, потом вот именно с этими каплями, да, которые вот сейчас я снимал этой зимой, да, то есть это абсолютно новое что-то в стиле макро было, да, вот эти все вещи, да, то есть или вот это, например, последнее, да, что вот я, я почему-то, я сам заметил по себе, что я в этих каплях вижу человеческие какие-то лица, я именно вот эти вот начинаю снимать именно эти капли. А ты здесь не высветал это сразу лицо? Это практически без обработки. Не-не, ну, коррекция камеры RAW здесь не считается, я просто говорю, ты специально не высветлял Дальшин Берном вот эти силуэты. Чуть-чуть, чуть-чуть, минимально. Вот именно в этом кадре минимально чуть-чуть я подкорректирую. Ну, понятно, просто дать немножко акцент, понятно. Да, вот сейчас могу сказать в следующий, например, да? Вот в этой? Да, я просто вот этот глаз чуть-чуть засветил сильнее. Угу, угу. Нет, ну, в этом ничего такого нет. Как эллин какой-то выглядит, какой-то, да, инопланетянин, или я не знаю, который направо смотрит, То есть многие не видят, да, а я почему-то увидел, да, это какой-то тип с какой-то сережкой, да, в ухе. Угу. Ну, как бы я вот постоянно какие-то лица, и я заметил, и вот нашел там несколько фотографий, да, которые вот действительно какие-то лица изображают, и запилил это в серию, и, ну, вот Adobe не опубликовала, да, не посчитала, не такой, а ты подожди, 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 ты же помнишь, я с теорией, что должно пройти время, там у них огромная очередь, их же там модераторы определенные сидят, они смотрят. То есть бывает так, что они часто, они часто, также очень, то есть там через 2-3 месяца только публикуют, да? поэтому здесь даже можно не переживать. Я более чем уверен, это серия опубликуют. Да, и то есть что вот я сейчас хотел сказать, да, вот сейчас, например, будет зима, я уже радуюсь, я знаю, что я зимой буду снимать, и я знаю уже какие, на что смотреть, на что не смотреть, да, и вот я уже радуюсь, да, зима, пускай приходит, вот эти всякие геометрические. Зима близко. Да, и я уже, блин, я все готово уже, я уже знаю, что снимать, у меня все есть, как бы я знаю уже, как правильно ставить. Самое, знаешь что, самое главное, не забудь камеру скроб режима убрать, ты помнишь, как ты волновался, переживал? Я в группу, кстати, про это и рассказывал, то, что ты наснимал все в кроп режиме, а потом хорошо функция в камеру вот эта появилась, то, что можно увеличить, вот, и в целом хорошо RAV она поднимает, да, даже и без этого, слушай, снимки очень хорошие, мне нравится. Ну, что я хотел сказать, да, что, а, блин, потерял красную нить. Ну, короче, а, ну да, именно, да, вот, опять же, да, я заметил, что я перешел, вот, с этого, с этой зимы, на какое-то абстрактное видение вещей, я понял, что у меня вот абстрактные какие-то вещи, я от них тоже кайфую, я понял, что, да, мне не обязательно что-то такое ясное, я считаю, например, вот такую картину, там, или какую-нибудь до этого, которую можно повесить над каким-нибудь коричневым, клевым, кожаным диваном, и она не будет надоедать, она просто будет вот этими какими-то линиями и вот этим цветом постоянно дополнять там какую-то комнату и, да, или вот это, например, или это, да, и просто как бы так же являться каким-то таким прикольным. Сань, вот я что часто наблюдаю за всеми, ну, вот, за тобой, за собой, чем больше у нас опыта, практики, тем больше мы начинаем видеть красоты в обычных вещах, просто мимо которых проходят обычные люди и этого не видят, ведь, по сути, для другого человека это просто какая-то лужа, это лужа застывшая, понимаешь, и никто, вот начинающий фотограф, он хрен пойдет снимать эту лужу, он скажет, да нахрен мне это надо, пойду снимать какую-нибудь свисястую чеку и буду, то есть у меня головы нет, понимаешь, и понимание вот это, оно приходит, но в большей мере оно зависит от самого человека, идет он к этому или нет, то есть если он ограничится своим маленьким мирком, снимая вот этот вот чистый копипаст, вот сейчас вот мы с тобой пойдем сейчас к этому копипасту, самое стрёмное, это массовое вот это вот стадо снимает, которое одно и то же, и то, что модно, это голые девахи на фактурном фоне, просто один источник освещения, может быть два, и уже знаешь, до чего доходит, вот ты видел, мы, смотрите, мы сегодня никаких имен, мы ничего не называем, потому что, ну, зачем, уже знаешь, до чего дошло, уже одевают это, плафон на голову, либо ведро на голову, понимаешь, то есть уже не знает, что сделать, но главное, чтобы это было на фактурном фоне, и чтобы грудь была, и вот, к сожалению, очень много вот так идут по вот этой, какой-то, я не знаю, стадного вот этого чувства, и очень редко кто может просто пойти, я сейчас не к тому, что, о, Александр, о, ты великий, нет, я говорю к тому, что очень редко кто может пойти и поснимать лужу, хотя в этом есть охренительно чего, много чего красивого, то есть категория людей, которые видят в простых вещах очень много чего красивого, их очень мало, их очень мало, а чтобы туда прийти, это нужно, что опять, а, насмотренность, а, то есть, б, уже практика, и плюс усидчивость, вот это вот три вещи, которые очень нужны, и люди, которые вот этим, вот этим владеют, контролируют, они становятся действительно очень крутыми и великими, вот теперь я говорю, что очень крутой у тебя снимок, я тебе изначально про это говорю, когда первый раз увидел, сколько мне это охренительно нравится, вот просто очень охренительно, и помнишь, мы даже сидели, я тебе говорю, блин, а если зиму не ждать, а что если, допустим, найти какую-то тару, накидать туда листья, помнишь, грязь, желудки каких-то, заморозить, попробовать, мы попробуем, фантазировать. Да, да, будет прикольно, да, однозначно будет прикольно, и у меня еще хватит серии на несколько, что... и начинающий фотограф, который гонится за сиськами, он на тебя посмотрит, и на меня посмотрит, и на другого человека, кто, ну вот, как-то в этой теме, который будет снимать лужи, понимаешь, либо, я не знаю, веточки, либо еще что-то найдет, какой-то в этом кайф, он посмотрит на нас очень как-то, какие-то отсталые какие-то придурки, но когда увидит результат, он его повторить не сможет, он не поймет даже, как это сделать, он скажет, ну, что-то как-то хрень. Знаешь, я тоже что замечаю, люди, у которых, когда что-то не получается, они говорят, что это им не нравится. Как ты думаешь на это? Ну, вообще, есть такое очень классное американское выражение, да? Не хочу, живет по соседству на той же улице, с не могу. О, вот, надо записать. Запишите кто-нибудь. Вот, и часто... И вот можно это перевести, сори, извиняюсь, да, это можно как бы еще дополнить, или я дополняю, во всяком случае, да, то есть надо научиться хотеть так, чтобы смочь, или как бы поставить себе вопрос, как научиться хотеть так, чтобы смочь. Да. А еще, вот, такие, про трудности. Вот, я вспомнил этот вопрос, у меня тоже эта вот мысль все летала в голове. Знаешь для меня, что самое сложное, и раньше было, и таких даже час, я все время смотрю на результат работ, потому что на твой, на Мишин, на Антона, на всех, вот в тех всех, я смотрю, и для меня не то, что вот я вижу работу, хочется ее повторить. Мне очень важно понять, о чем думал тот человек в тот момент, когда он это делал, на что он сам смотрел, как он к этому пришел, для чего, для того, чтобы понять, как он думает, и попробовать сделать, не скопировать, а сделать это в своем направлении, но иметь эту базу, о чем он думает, вот что очень важно. они просто тупо копируют, у нас очень любят копировать, один на один, не задумываясь, то есть вот этот фактурный фон с голым телом и ведром на голове, все копируют, вот просто, все тупо копируют, но не хочет просто уйти немножко вглубь, задуматься, и попробовать сгенерировать, и просто получается, понимаешь, тебе могут сказать, а мне не нравится так снимать, а на вопрос, а почему, но не нравится, а по факту, почему не нравится, потому что большей части, помимо того, что он не пробовал это, а если он пробовал, то у него где-то там не получилось, и теперь ему это не нравится. Если человек займется каким-то, я не знаю, как это саморазвитием, в каждом направлении, у него все будет получаться, и я всегда студентам говорю, что не нужно застревать на одном жанре, вот есть фотографы, которые снимают только портреты, и часто бывает такое, когда на них наклынет какой-то творческий кризис, они вообще не снимают, и по несколько лет вообще не снимают, а почему? Потому что они не хотят снимать, а тут получается, что тебе надоело это снимать, ты запросто переключился на другое, и у тебя появляется опять азарт, и ты опять-таки, ты не смотришь, вот смотри, у тебя охранительные работы с мостами, с туманами, вот все, что ты делаешь, у тебя все это охрененно, понимаешь? А тут внезапно ты начал снимать лед, он тоже охрененный, вот если так посмотреть. И опять-таки, если все время снимать одни и те же мосты, да это уже в печенке сидит, уже неинтересно, ты уже не получаешь удовольствие от того, что ты делаешь, а ведь самое важное в нашей, можно сказать, профессии, это же творчество, и чем лучше мы вдохновлены, чем лучше у нас, то есть чем больше мы вдохновлены, тем больше у нас азарта это сделать, и соответственно, у нас лучше будет результат. А если это мы делаем только... И он у нас остается, он у нас остается, вот это вот long time, да, инспирацию, то есть, да, на срочную это остается, то есть, это обязательно придет, если вы постоянно, только извиняюсь, что я сейчас вбил, да, но это я как бы хочу, вот этот важный пункт дополнить, да, обязательно к вам это придет, поверьте, нет такого, кто снимает там 10 лет одни и те же портреты в одном и том же стиле, есть многие, которые там на призатах зарабатывают, да, на этих же обучениях, этими портретами зарабатывают, как бы деньги, и остаются в этом, да, и как бы все это у них под это заточено, но это в плане художественности, это в принципе, как бы кошмар, как раз вот художника, да, постоянно оставаться, посмотрите на любых великих художников, Сальвадор Дали, вот я был, например, два раза в его, в его музее, да, насколько разнообразные он, чел был, да, насколько разнообразных вещей он делал, Ван Гог, посмотрите, с чего он начал, да, и посмотрите потом, что он делал, то есть это разные вещи, это разные абсолютно вещи, да, были, и я не, я стараюсь мало ставить, я ставлю только какие-то определенные такие рамки, да, например, что я хочу крутые фотки делать, которые визуально красивые, скажем так, да, есть много, например, интересных идей, интересных вещей, интересных идей, заложенных в какие-то проекты, но это визуально не круто снято, а я, например, хочу и так же визуально круто это снять, да, то есть это моя, моя задача, моя, так сказать, да, мотивация, да, я когда еду куда-то, я себе это говорю, я хочу хорошие снимки снять, когда я начинал фотографировать, я говорил себе, как бы, да, я хочу клевым фотографом стать, то есть это вообще первый шаг ко всему, это, и именно, да, я работая в своей собственной работе, да, у меня была фаза, где я где-то там, ну, одно время работал тренером по продаже, да, и очень часто приводил пример именно вот в этом плане 100 метровки, да, вот именно представь вот эту ситуацию, там стоят 100 метровка, финал, да, вот как люди туда попали, почему они там стоят, потому что они как бы там так вот, переводя на нашу тему, иногда там фотик брали, да, какой-нибудь супер крутой, да, Hasselblad, и им немножко там что-то фотографировали, или они хотели, быть лучшими бегунами в мире, сколько они работали для этого, чтобы попасть в этот финал, там 8 человек стоит, они все, каждой клеткой своего тела, хотели стать лучшими бегунами в мире, однозначно, другого варианта не может быть, да, и они все работали больше, чем все остальные, возьми того же Кристиана Рональдо, да, сколько он работает, ты посмотри на его тело, посмотри, какая у него физика, сколько он работает, он работает в два раза больше, чем любой другой профессионал, да, и поэтому он такой успешный, да, естественно, у него и данные есть, и все там сходится, и он сам талантлив, да, и, ну, не обязательно, да, возьми, там, не обязательно его брать, возьми любого другого, там, футболиста, который недалеко не такой суперзвезда, но он также очень много работал, да, он очень много, и поэтому он играет в Лиге Чемпионов, и потому что он хотел, он хотел стать великим футболистом, и они потом им стали, то же самое здесь, если вы хотите круто снимать, вам надо хотеть быть крутым фотографом, по-другому не получится, вам надо хотеть снимать крутые снимки, вам надо выезжать и говорить, я еду, чтобы снять крутую вещь, куда бы я ни поехал, то есть надо работать на результат, на крутой результат, как его добиться, сохраняйте крутые фотографии, ориентируйтесь по крутым фотографам, где их искать, идите на Behance, смотрите, кому они последуют, и задайте просто в Google, 10 величайших фотографов, 100 величайших фотографов нашей современности, всех их пройдите, сохраните фотки, зайдите к Руслану, сохраните все его фотки, зайдите ко мне, сохраните все мои лайки, все мои, и это вам хватит 100% для мотивации, для всего, для понятия, для понятия всего этого, на что надо ориентироваться, и ориентируйтесь на эти, выберите себе эти темы, которые вас интересуют, и стремитесь к ним, но имейте в виду, что этот путь очень чернистый, очень много работы, я знаю на ровно 100%, я обрабатываю фотографии минимум в 2-3 раза больше, и снимаю в 2-3 раза больше, чем любой другой топовый фотограф, и поэтому такие результаты, не потому, что я какой-то там супер талантливый тоже, да, или какое-то у меня видение, да, конечно, это тоже, какая-то там, да, доля этого есть, но, например, в немецком вот есть выражение, у тебя всегда 1% таланта нужен, да, и 99% работы, этому предложению 2000 лет, вы ничего тут к нему не можете представить, там это уже как бы все продумано, и все уже давным-давно сказано, то есть надо много-много работать, надо набивать свой глаз, надо понимать, что круто, что не круто, то есть надо нарабатывать свой вкус, а вкус, да, нарабатывается именно своими знаниями, ваш хороший вкус, да, цвета, цвета, ваш хороший вкус, черно-белые фотографии, это ваши знания о нем, а ваши знания состоят из образов, которые вы сами заложили в свой мозг, а ваши образы вы собираете, вы смотрите, то, что вы смотрите, то есть вы на кого вы смотрите, какие фильмы вы смотрите, и эти образы заходят к вам, То есть, если вы постоянно просто какие-то soaps смотрите, да, то есть мыльные эти оперы все, да, там нету классной визуальной картинки. Если вы смотрите просто Instagram, там очень редко клевая классная картинка, да. Вот, вот, посмотри, вот Эрик Вайдер, да, вот, посмотри, вот этот, друг мой хороший, я с ним, Руслан, ты сейчас листаешь, да? Где-где, не вижу. Немножко наверх. Так, немножко наверх ты сейчас пролистал. Вот, видишь, collapsing, ты где вода, где море, вода. Да, вот этот друг мой хороший, он тоже из Гамбурга, крутой, очень профессиональный. Да, мне понравилась его работа тоже, видишь, сохранил лапсинг. Да, вот я сейчас... Цвет, вот это все, шикарно. Смотрите на его работы, я сейчас с ним тоже дрон буду заказывать новый, да, вот мой хороший друг, как бы из Гамбурга. У него потрясающие просто работы, он чрезвычайно профессиональный фотограф, и он мне буквально вот за последний год столько дал в толчок, в саморазвитии. И вы там увидите, у него тоже очень похожие работы с пузырями, потому что мы, как бы, получается, в один миг для нас открыли мир вот этих пузырей. Мы просто как ненормальные ездили туда. Нет, я бы тоже был по своим пузырикам. Три пузыря ходили бы. И что самое интересное, что мы поняли, что вот именно, ну, мы и до этого знали, да, но именно осознали, что вот фрактальность нашего мира, он же очень много снимает с дрон, да, своих фоток, и он просто в шоке был, говорит, насколько, насколько, говорит, фрактальность, то есть в мини-матюре так же выглядит, как и сверху, с 400 метров высоты, допустим, да, и, ну, блин, вообще, да, я говорю, да, просто жуть, да. И вот именно я вот смотря на него удивляюсь, и я думал, что я как бы много работаю, да. А я, видишь, его фоловлю тоже, он у меня тоже вот, я за ним смотрю. Ну, сейчас, например, он, да, он сейчас очень сильно занялся NFT, да, именно этой темой всей, да, и вот его Adobe написали, они сейчас с ним вместе обрабатывают проект NFT, да, то есть Adobe ему написало, как бы, да, и вот это, конечно, очень крутой уровень. У нас... Очень крутой. Самый крутой магазин у нас, да, Alsternhaus называется, это как GUM в Москве, да, у него сейчас купил 4 картины, они абстрактно такую абстракцию сделали, прямо именно вот на входные такие огромные окна, они его фотки 4 штуки взяли, да, и туда какой-то там Louis Vuitton, по-моему, вставили, что-то такое, да, вот сейчас со следующего месяца его картины прямо в центре города у нас будут висеть. То есть это для меня как бы вот следующий степ, да, я смотрю и понимаю, насколько он много работает, насколько он еще больше знает, чем я, насколько он профессионален, это просто как бы обычному фотографу непредставимо вообще. Вот сейчас мы очень подходим к такой, можно сказать, щепетильной теме, особенно для моих студентов, вот просто. Ну и плюс, даже если кто не студент, вот это вот слушает, вот скажи мне, что лучше хвалить за просто так, вот только потому, что что-то сделали, вот лишь бы просто похвалить, неважно, хорошо сняли, плохо сняли, вот просто похвалить. Либо сказать конструктивно, что неправильно. Конечно, многие воспринимают, когда им конструктивно говорят, что вот здесь неправильно, они начинают на это обижаться. Но мало кто понимает, что это как раз таки... ...к тому, чтобы переделать. И, допустим, вот смотри, мы в чате, что Миша, что Антон, что ты, вот мы же вот общаемся же. Вот, допустим, вот я тебе сколько... что ты мне работы скидывал, что я какие-то скидывал. Мы же друг другу спокойно подсказывали? То есть вот вот здесь лучше подправить, вот вот здесь что-то лучше сделать. Ведь это разве воспринимается как какая-то обида, либо как это поставить себя выше или еще что? Либо это, наоборот, показывает то, что когда мы коммуницируем друг с другом, учитывая, что уровни вот это все у нас, то есть вот идет, а ведь это же тоже дает рост или это не так? Ну, вообще, именно фидбэк, когда дают, да, надо, в принципе, стараться. Конечно, это будет тяжело вначале, да, надо стараться принимать любой фидбэк, хоть от кого, да? Нет, смотри, что подожди. Хоть от кого не пойдет. Вот ты представь, если тебе будет давать фидбэк человек, который ни хрена не знает. Вот ты будешь его слушать? Не реагируй. А это будет тебя закалять? Не реагируй. То есть нужно фидбэк слушать от тех, кто действительно знает. Не, ну, конечно, да, Руслан, ну, смотри, ну, мне, например, вот там буквально пару дней назад один, я новый аккаунт открыл, да, только для стрита в Инстаграме, и там один знакомый фотограф мой, да, он мне раз обрезал мою фотку, пришел, он говорит, я бы тебе на твоем месте вот так бы ее скомпонировал. Я как бы, ну, блин, ладно, я говорю спасибо, как бы, да, что мне как бы вообще, я уже достиг как бы, ну, или прошел какой-то определенный путь, мне без разницы. Меня вот это закаляет, да, на то, что, ну, пускай сказал, это его мнение. Конечно, я понимаю, я как бы, ну, судя по своим работам, нахожусь на другом уровне, чем он. Он даже это не понимает. И я не отец, и не его, да, и не учитель, чтобы его там переубеждать в что-то. Я вообще ему ничего не ответил просто, да? Ты сейчас... Ну, конечно, должен на критику... Да, да, тебе фидбэк должен, конечно, человек, давать свое. Ты ушел в критику. То есть, когда начинают критиковать люди, которые меньше знают тебя, это хреново. В плане того, что я даже таких и не слушаю, понимаешь? Вот, допустим, если мне кто-то напишет какой-то комментарий в работе, я даже его читать не буду и скажу, господи, боже мой, я зайду, посмотрю его работу. Если это какой-то кто-то мне крутой написал, я ему спасибо скажу. Если действительно это так, то, что он увидел. Если это кто-то хрен знает с какой горы, то пусть он идет нахрен на эту гору обратно. То есть я даже слушать не буду. Ну, допустим, если ты дашь комментарии ты мне к моей работе, я к нему прислушаюсь. Потому что у тебя есть опыт, у тебя есть видение. И, соответственно, мне полезно слушать людей, которые... Как ты говоришь, вот для тебя это новый степ. То есть вот море, это все интересно, понимаешь? И часто бывает такое, вот смотри, вот я сделал какую-то работу, и мне нужен совет. Кому мне лучше показать? Человеку, который не знает, который скажет охренительно? Показать маме, который скажет, ну ты молодец, ты все хорошо делаешь. Либо показать тебе, где ты разбираешься в этом. Соответственно, согласись, я покажу тебе. Ну, конечно, да. Вот, а к чему это все говорю? Какому-то куратору покажите. Да, я к чему это все говорю? Некоторые мои студенты на меня обижаются, то, что я все время постоянно б-б-б-б-б на всех вот так вот, понимаешь? Говорю, вот это надо переснять, вот это надо переделать, вот это здесь некрасиво. К чему я это все говорю? То, что я вижу ошибки. И я хочу, чтобы их исправляли. Исправляя ошибки, люди что делают? Они растут. И студенты для чего нужны? Для того, чтобы их учить. Понимаешь? Если это просто какой-то человек идет незнакомый, ну-ка иди сюда, у тебя здесь что-то не так. Он скажет, что ты больный, я считаю, что тебя не знают. Вот. И, соответственно, очень важно, помимо того, что смотришь работы, важно еще ориентироваться, что тебе говорят. Но не просто первые прохожие, которые вообще ни хрена в этом ничего не понимают. А я всегда говорю, не надо слушать свою маму, братишку, папу, мужа, сестренка. Они скажут, что ты молодец. Слушать тех, кто действительно что-то в этом понимает. И это очень важно. Потому что это даст что? Это даст рост. Вот что ты сам думаешь по этому поводу? Абсолютно так же. Да, конечно, да. Я просто хотел сказать, что я как бы все равно стараюсь, ну, с одной стороны, забивать на этот фидбэк каких-то людей, которые там имеют в виду. Ну, не знакомых, которых не знает, кто это. Не реагируйте, да. А ну, а, конечно, если вы хотите расти, да, то ищите куратора в своей жизни. Ищите того куратора, который вам в этом плане что-то может рассказать. Не надо постоянно там каждому попавшемуся писать там, да, через инсту, через я не знаю что, да. Если вы знаете, вот пишите Руслану. Если там какие-то лучшие работы свои сняли, я не знаю, там, пришлите ко мне, да, допустим, да. Время будет, напишу. Время там не будет, ну. Кстати, знаешь, что подумал, Сань? Я думаю, я сделаю одну из игр для студентов. И разбор проведешь ты. Что думаешь? Ну, можно, конечно, конечно. Если увидите, можно. Знаешь, я вот эту вот фишку. Есть такой канал F-Stoppers. У них была такая штука. Они просто высылали им фотографии, стали лучшие. И вот 4, они ставили какую-то оценку. Вот. И можно сказать, что в этой фотке хорошее, а что плохое. То есть, ну, можно что-то такое придумать, чтобы это не нагружало. Потому что мироворы порой занимают 3 часа. Я не хочу тебя грузить, чтобы ты 3 часа комментировал работу всех студентов. Вот. А можно что-то такое в легкой форме, чтобы это знало. Ну, полчаса, если мы что-то такое сидели с тобой, разбирали и говорили. Да, конечно. Это мы, ребята, готовьтесь. Причем еще два мнения, Руслан. Два мнения, оно как бы еще более уточняет, усерединяет. Да, как бы вот это все. Иногда можно и посмотреть, там, с кем-то кто-то что-то соглашается, с кем-то не соглашается. Вот я, например, помню там пару вещей твоей критики. Я считаю, там было иногда, например, ну, буквально пару из сотни. Я чего-то смотрел, которое видео. Я считаю, там, слишком ты как бы строго подходил к этому. Да, потому что как бы... Не, ну, просто вот разнообразность мнения. Смотри, если посмотреть, если посмотреть разборы... Я же помнишь, еще до этого дел на Одинфото.ТВ? Это 35 ворс канал. А я там абсолютно комментировал нейтрально. Почему? Потому что я изначально не знал, что умеет человек, как он снимает. И, соответственно, как я могу ему сказать, ты сейчас хреново снял, чем в прошлый раз. Каждый мой студент, который мне сдает работу, я знаю его уровень. И, соответственно, я могу четко сказать, когда он схалтурил и когда он снял хорошо. То есть человек, который изначально у меня, допустим, вот только новичок, снял более-менее хорошо, я его похвалю. Я скажу, о, ты идешь, у тебя прогресс. Но студент, который изначально уже хорошо снимал, снял плохо, хуже, чем в прошлый раз. Соответственно, я ему скажу, не, дружище, так не пойдет. Давай-ка ты можешь лучше. То есть вот в этом важно. То есть разборы в YouTube, они как раз-таки тех людей, которых я знаю. И, соответственно, я знаю прогресс. И я вижу, где халтурят и где снимают хорошо. Работы людей, которых я вообще не знаю, кто это. Соответственно, как я могу сказать, сейчас он плохо снял или нет. То есть я комментирую на данный момент, что сейчас произошло, и даю рекомендацию абсолютно нейтрально. Вот это вот большущая разница по этому, Сань. Ну, понял, да. Ты их лучше знаешь просто намного, да-да. Ну вот, ну вот. Ну да. Нет, советы, конечно, очень важны. Ищите себе куратора. И, конечно, растите. Ну, он вам поможет, как бы. Он вам поможет расти. Он вам поможет развиться в определенные стороны, да. Ну, в зависимости от куратора, конечно, да. И принимайте всегда это все не к сердцу, а просто смотрите это в плане саморазвития. Я прекрасно знаю, насколько это тяжело. Я вообще задействован в этой сфере, да, в плане, как бы, работая тренером, да. И до этого я очень много этими вещами занимался. Я прекрасно понимаю, как тяжело принимается фиддэк. Мне его очень часто давали. И ты стоишь, и тебе приходится какие-то определенные вещи, достаточно такие энергоемкие, воспроизводить перед камерой, перед людьми. И все эти люди потом тебе отдают оценку, а все эти люди очень профессиональные, там, тренера, продавцы, то есть тебя разбирают по полной программе. И со многим ты не соглашаешься, да. И все равно тебе приходится это все принимать. И, то есть, как бы, фидбэк на этом уровне, вот на уровне вот этой, как бы, просто обыденной фотографии, на уровне развития фотографа, это, как бы, можно сказать, по большому счету вообще ни о чем. То есть есть такие виды, как бы, тренинга, да, где просто вообще тебя психически, так сказать, уничтожают, да, можно сказать. И чего-то за фотка была с этими, с волнами. Ну, это опять, это этот же. Ну, это он же, я к нему же нашел. Да-да. Твоим другом. Ян Эрик. Да, короче, вот такие вот. Вот, и не забывай, есть люди, которые, смотри, вот я просто встречал тоже таких людей на своем пути становлении. Есть люди, на тот момент эти люди умели снимать лучше, чем я. Вот они умели. Но, ты знаешь, они мне давали советы, которые губили меня. То есть есть люди, которые направляют, желают только, чтобы было хорошо, а есть люди, которые специально тебя направляют, чтобы ты не стал лучше. Чувствуются. Чувствуются. Они понимают, что ты начинаешь расти, и ты вот еще чуть-чуть, ты перерастешь их. А это многих задевает. Понимаешь? Есть такое. Вот в чем проблема. Допустим, вот у меня какая позиция? Я только рад, если мои студенты, допустим, научатся очень круто снимать. Я очень этого хочу. Потому что, ну, это же классно. Представляешься, это же очень круто. Ты научил студентов снимать очень круто. А у других, я не говорю, что это в каких-то школах или еще, что просто я сам встречал таких людей, которые специально тебя топят, не дают тебя расти, и аргументируют это какими-то странными вещами. То есть вот элементарно. Слушай, вот я же вот, если посмотреть мои работы, я очень люблю снимать какие-то драматичные выражения лица, какой-то глубокий взгляд, вот что-то такое. А меня постоянно тыркали, говорили, не надо такую хрень снимать. Снимай всегда всех смеющихся. Пусть все всегда у тебя улыбаются. Пусть у них всегда будет шарик в руке. Снимай, чтобы было солнышко. Зачем ты снимаешь вот эти фотографии, которые могильные, понимаешь, вот на могильную плиту? Вот знаешь, мне сколько таких говорило вещей? И меня пытались все время сломить. И это люди, которые на тот момент снимали лучше, чем я. Но специально мне давали советы, чтобы я остался где ниже их. Потому что они чувствовали тот момент, что я их скоро переплюну, а потом еще раз переплюну и еще раз переплюну. То есть очень важно еще. Критику-то можно слушать, но от кого это первое. И у кого какой посыл в этой критике? Это очень важно. Чужой человек, который очень хорошо умеет и который вообще настроен на какой-то негатив, он всегда скажет, что здесь что-то как-то плохо, но он еще как-то это так сделает, что вы просто это не будете потом снимать. То есть вот что стрёмно бывает. Ну да, будьте осторожны в этом плане. И как бы все равно, если вы хотите стать очень хорошим фотографом, крутым фотографом, снимать клево, и у вас ориентиры, то есть действительно, ну, великие величины, да, в плане фотографии вас не может сломить просто какого-то, да, там, фидбэк вот такого человека, да, вы все равно должны понимать, что я смотрю-то на тех, которые еще намного круче, чем он. То есть примите это как его мнение, не надо там с ума сходить, да, без разницы, что он сказал. Примите это его мнение, он имеет право на свое мнение, может, он вас свалить хотел, действительно, как Руслан говорит, может, он принизить вас хотел, да, может, там, я не знаю, чего, может, какие-то, может, вообще он это сам даже не осознает, это у него происходит, может, на каком-то интуитивном образе, да, он просто сам это не допирает, он вас принизить хочет, да. Есть такое, конечно, да, это везде, это в каждой стране есть, и везде это присуще, да, и нельзя тут, да, останавливаться, надо дальше, что-то может принять, можно что-то нет, у другого спросить, второе мнение, да, привести, третье, четвертое, да, то есть, ну, спасибо. Знаешь, смотри, Сань, вот касательно у второго, у третьего, у четвертого, я всегда говорю, что если хочешь быть, то есть, скажи мне, кто твои друзья, я скажу, кто ты. Да. Если вы будете дружить с крутыми, хорошими, действительно классными фотографами, то, соответственно, у вас всегда будет спросить, ну, будет у кого спросить. Если вы будете спрашивать у всех подряд, у всех подряд фотографов, то каждый вам скажет на уровне того, как он сам видит, и на уровне того, то, что как минимум, где-то кому-то будет, как это, зависливо, что где-то даже у вас будет лучше получаться, чем у него. Я сейчас не говорю это за всех, но это человеческий фактор, сам по себе. Вот. И поэтому, просто, допустим, вот ты, Сань, говоришь, у другого спросите, а у кого? То, соответственно, еще раз, чтобы очутиться в обществе очень крутых, нужно самому вырасти. Как вырасти? Нужно смотреть на хороший результат. Нужно смотреть на ожидание и реальность. Нужно открыть фотографию, на что вы ориентировались. И нужно снять не хуже, а лучше. И чем больше у вас лучше, 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 лучше работ будет, тем люди, на которых вы ориентировались, сами возьмут, и вас, к вам постучатся, на вас подпишутся, с вами начнут диалог. Или отпишутся. Ну, или отпишутся. Вот там вы уже определите. То есть, очень много фотографов, на которых я ориентировалась, они на меня подписались сами. И когда они пишут, вау, чувак, у тебя крутые работы, я говорю, блин, дружище, я ориентировался на тебя равносильно, как ты вот этому написал. Ну, вот, то, что ты на его работу ориентировался, и он говорит, о, классно. Сколько таких у меня ситуаций было? Было вот до хренища. Их очень-очень-очень было много. И оттуда появляются друзья. Ведь, Сань, мы с тобой просто тоже не просто так взяли и познакомились. Ну, конечно. У нас познакомил Миша. А с Мишей как я познакомился? С Мишей я познакомился через ВК, и они меня... Слушай, по-моему, в 1Х я тогда еще загрузился. Вот. А потом в ВК, и вот как-то мы вот так вот подружились, что Миша меня пригласил к вам в группу с Антоном. И, соответственно... Мы были в жюри в 35-ке обои в один год. Да. Вот. А еще да. Но я не знал, что ты был тогда в жюри. Вот. И получается, видите, само по себе круг общения появляется от чего? Не от того, что вы просто хороший человек. Хороший человек – это хорошо. Но если есть у вас умение, практика, то, что вот и хороший результат, вы все равно... Точки соприкосновения у вас со всеми будут. И тихо-тихо вы найдете себе тоже хороших друзей, с кем вы будете общаться. Просто если вы все время будете общаться с людьми, которые ниже вас, то ваш уровень тоже упадет до уровня их. Однозначно. Вы должны это понимать. Поэтому вот то, что вот мы сейчас с Аней общаемся, с Антоном, с Мишей, это все тоже не просто так. То есть я не просто так тоже попал в этот вот к ним, в их банду. И таких банд, вы знаете, сколько само по себе? То есть фотографы часто вот так вот кучкуются по интересам, по уровню, по тому, как они это умеют. И туда они не пустят. Вот ты представь, сейчас мы возьмем кого-то в группу, засунем того, кто вообще ни хрена ничего не умеет, и чего он там будет нас задолбать так, что будет какие-то вопросы задавать, что... Ладно, я не был сейчас в чате больше полгода, у нас контакт был заблокирован. То как минимум все оттуда чухнут. Никто в чате ничего не будет отвечать, либо в другой чат перейдем. И таких закрытых групп много. Просто каждый себе найдет товарища по искусству, по вдохновению, каким образом, если у вас будет хороший результат. Поймите еще раз одну такая фраза. Вы те, на кого вы смотрите. Если вы будете смотреть на плохое, вы также останетесь на том уровне. То есть вот это вот очень важно. Да. Что скажешь? Абсолютно, да. Абсолютно. Подпишусь, подпишусь под каждым твоим словом, так оно и есть. Добавлю, да. Пользуйтесь этими социальными сетями, например, как Инстаграм, больше, чтобы такие группы сделать, чтобы общаться с людьми из других стран в таких группах, например, чем быть успешным в этом же Инстаграме, теряя там сотни часов в месяц на самораскрутку этого аккаунта, который просто потом каким-то образом от Инсты заблокируется, и у вас все это рухнет. Но если вы инвестируете время, то, которое вы инвестировали в раскрутку своего аккаунта, в саморазвитие, и этот же ваш аккаунт рухнет, у вас останется саморазвитие, а аккаунт вы можете новый сделать, хоть где. А если Инстан исчезнет, у вас это все исчезнет, а ваши навыки не прибавятся, ничего не прибавится. Аккаунт исчезнет, и в принципе фиг с ним. Вы можете эти аккаунты понаделать сколько-сколько хотите, да, а время не вернешь назад. Время у нас достаточно мало, и чем старше мы становимся, чем быстрее мы замечаем, как оно быстро летит, как оно быстро, как его вроде охота уловить, да, и вроде столько много, ну, я как бы по себе сужу, да, стараюсь, я только сейчас вот понимаю последние годы, сколько мне надо много еще допилить всего, сколько я вот, да, время там сказать, да, не тем занимался, чем должен был заниматься, да, и сколько, блин, мне еще стоит, предстоит сделать, да, я только даже, наверное, на 2% понимаю, как бы, да, и вот, например, вот это общение намного мне больше стоит, чем какой-то там, чем 500 фоллоуа, да, где-то там в инсте, да, блин, что они есть, что их нету, да, то есть выкладывайте туда, в инсту, выкладывайте там, допустим, в твиттер, кстати, я вот сейчас для себя открыл, да, особенно все, что связано с NFTs, да, там очень сильно все это раскручено, и больше, в принципе, нигде, только там, посмотрите Behance, посмотрите также этот 1x, допустим, да, если вы хотите вот на одной фотографии вырасти, да, там, посмотрите это, да, то есть, но, в принципе, как бы сама схема достаточно простая, да, вы смотрите, вот, зайдите в Behance и сделайте такую серию, как вот какая-то из этих, допустим, попытайтесь что-то также приблизительно снять, только в ваших каких-то, да, это же все у вас есть также, может, там, ну, заморозки, я не знаю, у вас есть, нет, также, может, пару раз в году какой-то там туман, ну, посмотрите, какие-то солнечные работы, как с солнцем можно работать в плане стрита, да, в плане портрета то же самое, как можно интересный там портрет сделать какой-то, допустим, актрисы, там, начинающей, да, которая сама от этого профитировать будет, да, и вы, да, и ей ничего платить не надо будет вам, да, и вам ничего не надо, и можно набить, как бы, такую руку, и набить, и сделать портфолио, да, и показать этот портфолио, и просто вот уже будет, это пока вы дойдете до этого, у вас это, ну, это предрасполагает такое огромное саморазвитие, столько это часов надо, чтобы классный какой-то цвет разработать, да, чтобы все фотографии, снятые в этот день, или снятые в этой серии, одного цвета были, то есть вот во второй, вводи, там, в любой мой проект зайди, да, и посмотри, насколько одинаковый цвет, и он везде разный, и он везде, ну, во всяком случае, мне так кажется, да, как-то более-менее со вкусом сделан, да, и я потому что смотрю, я оставляю, их открываю на следующий день, какая-то там разница есть, я постоянно подгоняю, 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 и вот здесь вот, например, мне вообще не нравился раньше вот этот желто-зеленый цвет, да, абсолютно не нравился, и я вот каким-то образом все равно доработал, вот эту серию сделал именно в этом цвете, потому что почему-то он мне внезапно зашел, я решил вот именно вот в этом, да, всю серию запилить, и вот сделал вот так вот, и это тоже, в принципе, эта случайность была, и не случайность, я вот здесь с шефом работал совсем в другом городе, и у нас день до этого почему-то у нас в марте был туман в Гамбурге, и я просто решил взять камеру с собой, и никакого тумана там в этом другом городе не было, да, абсолютно, ну, я думаю, ну, фиг с ним, и мы потом еще сидели в магазине, обсуждали какие-то вещи, там, по нашим делам, да, и мы выходим внезапно на парковку, и вся парковка в тумане стоит, то есть он буквально образовался, там, за полчаса, да, и как раз он говорит, ну, давай, Алекс, да, мы тогда на двух машинах поехали домой, да, пока, и я такой в шоке, просто, камера с собой, и я там, да, где-то 200 километров от Гамбурга, да, на Балтийском, недалеко от Балтийского моря, это буквально там 10 километров, и я просто поехал, срулил куда-то, да, и поехал куда-то просто вот сельскими этими дорогами, и везде останавливался, и просто фоткал подряд все, что я увидел, да, и из этого как бы две серии я сделал, в одном трете, в одном стиле, в одном во всем, да, и вот как бы какие-то там фотки всегда хуже, чем другие, какие-то лучше, да, и, но вот она история, да, вот этого как бы, этой местности, которая там есть, да, вот эти поля, вот это вот все, да, и вот так вот оно там выглядит, и это в принципе вот так вот презентировано, как бы, да. Так, Сань, у нас уже получается время 2,5 часа в эфире, оно пролетело просто мгновенно, я даже не успел оглянуться, как уже 2,5 часа прошло. Выберли, сколько людей. Не знаю, сколько там сейчас выдержало, но в любом случае мы должны, к сожалению, лимитироваться по времени, потому что мы должны сами в этом плане тренироваться, мы смотрим, это наш первый эфир, мы-то, если бы вы сами знали, мы с Саней порой можем и 2 дня одну тему в голосовых сообщениях в Telegram по 15 минут записывать и трещать, и ржать, и постоянно, то есть у нас до бесконечности можем это все дело обсуждать. Значит, давайте сейчас просто вкратце резюмируем все, что мы сегодня с вами проговорили. Основная мысль какая? Смотреть на хорошие работы и расти, вот чтобы заново все это не повторять. Вот, хорошие работы в Behance, зайдите в тот же 1x, там тоже есть очень много хороших работ, вот, а также есть сайт artlimited.net, я их тоже скидываю, вот, основные вот такие вот сайты, смотрите там, не надо ориентироваться на Инстаграм и на количество подписчиков у фотографа, потому что часто это можно просто все накрутить, и, блин, смотрите, также еще соотношение подписчиков, просто бывает такое, что миллион подписчиков, а лайков всего 100, что уже, согласитесь, это очень странно смотреться. Вкладывайтесь в саморазвитие и в знания, смотрите, ориентируйтесь на лучших, и, соответственно, снимайте, и, блин, практикуйтесь все больше и больше и больше. Вот, значит, вот наша вся, то есть вот все, что мы сегодня говорили, хотя еще мы много о чем говорили, значит, следующий стрим, мы тоже, очень большая вероятность, что мы вместе сделаем с Аней вместе, мы тему какую-нибудь там подберем, также, если что, здесь сейчас большинство моих студентов сидит, но я также этот эфир выложу, получается, в офлайн, вот, пишите там на почту и так далее, то есть какая тема вам интересна, но мы что-нибудь сами придумаем, еще раз говорю, по большей части, то, что мы сегодня с Сашей говорили, это, можно сказать, такая встреча, просто между собой поболтать, то есть это такая дружеская встреча, вот, мы еще до этого как-то хотели назвать, я сейчас, честно, не помню, как мы, помнишь, что-то такое мы хотели назвать? Светские беседы. А, да, точно, светские беседы, а что ж ты мне сказал, надо было светские беседы, как оно назвать, светские, потому что от слова свет, вот, светские беседы, все, Саня, там вот у нас рубрика будет, вот, и совсем скоро мы еще что-нибудь с вами сделаем, Саня, говорили, что ты? Руслан, да, также для подписчиков, да, для тех, всех зрителей, да, то есть если у вас есть какая-то возможность там, да, ну, пригласить других людей, которые тоже, может, фотографией занимаются, для тех, то, конечно, тоже приглашайте в эту группу, да, через Telegram, Руслан потом будет выкладывать это также в YouTube, да, может, там, каким-то доложением даже, может, мы там что-то будем еще запиливать дополнительно через Zoom, да, достаточно тяжело это все, как бы, сделать так, чтобы десктоп, чтобы и у меня был, да, и чтобы у Руслана был, чтобы можно было прыгать, это через OCB практически невозможно сделать, как-то я, ну, не поняли мы, да, как это делается, то есть, если кто-то один везет, то это возможно, а когда вот, чтобы перепрыгивать, чтобы я что-то обрабатывал, да, допустим, на своем редакторе, и Руслан, почему-то так это, мы не нашли, как это будет, да, поэтому у нас вот такое простое решение, и поэтому не через YouTube, да, может, когда-нибудь найдем, туда будем пилить, да, но одним словом, если у вас там круг ваших фотографов, да, тоже какой-то имеется, который мог бы чудо из этого изглечь, приглашать. приглашать. Делитесь ссылками. Чем больше будет нас в этом, ну, в этой группе, в этом чате, тем нам же самим будет это интересней, все это вещать, и, соответственно, это тоже какой-то некий азарт. Чем больше людей, тем нам самим интереснее делиться информацией. Информации, на самом деле, ее очень много, ее можно очень просто много-много-много просто делиться и говорить, и это абсолютно не жалко. И, кстати, даже сейчас у меня пришла идея показывать какие-то моменты, где мы как что-то там ретушируем, то есть это все транслировать онлайн. Почему бы и нет? То есть куча-куча возможностей есть. На данный момент в Телеграме это было сделать удобнее, чем в Ютубе. Вот, в любом случае, мы что-то попробуем повторить это дело в Ютубе, но пока что сейчас будет вот так вот. Так что вот такие дела. Всем большое спасибо, что вы вытерпели нас два с половиной часа. От души и с любовью ко всем мы сегодня хорошенечко с Саней потрещали, поболтали на наболевшие темы многим, потому что многие никак не могут найти свое вдохновение и никак не могут найти тот самый золотой секрет удачной фотографии. Хотя никакого секрета нет, на самом деле все просто и все лежит у вас под носом. Вот, а всем большое спасибо. Когда у нас будет новый какой-то стрим или еще, что мы это все дело объявим. Так что такие дела. Отзывы и всякие предложения можете сейчас написать, допустим, в нашем чате. Вот, этот чат я потом уберу один день. Ну, чуть-чуть еще повисит, потом я этот чат уберу. И на каждый стрим я буду просто новый чат открывать. Вот, для того, чтобы вы могли там общаться и задавать какие-либо вопросы. Так что так вот. Все. Всем хорошего вечера. Время у нас уже полдвенадцатого. Вот. Да, у нас уже полдвенадцатого. Вот. Всем хорошего вечера и всем до свидания. Саня говорит, всем до свидания. До свидания. Пока, да, до скорого. Все. Всем пока-пока. Всем пока. Продолжение следует...